Вот я покажу специально на камеру, то есть насколько это контрастирует, представляете себе? Как правило, 95% у людей больше размер ноги, чем они считают на самом деле. У вас должна быть максимально комфортная и лучшая обувь, неважно сколько она стоит. Обувь вас несет. А если ты их надел и еще даже вот не встал, и тебе уже сразу там тесно как-то что-то смялось? Я на звук определяю. Прямо на звук. Это самый главный, основной вопрос, когда я своих клиентов начинаю к вам отправлять. У них один вопрос. Наверное, на бешеных денег стоит это обувь. У нас сегодня интересная встреча. Мы с Рустамом здесь и с нами две прекрасные дамы. Елена Подолок и Ксения Ротопед. Нас всех объединяет одна общая тема – это обувь. Мы как производители, а девушки как люди, которые постоянно встречаются с клиентами, у которых главная проблема – это либо выбор обуви, либо же это какие-то особенности или проблемы с ногами, которые девушки помогают их решать. Я являюсь подологом. В этой сфере я уже работаю с 2016 года. Чаще всего к нам обращаются пациенты с такими проблемами, как вросшие ногти, натоптыши, гиперкератоз, трещины на пятках, с различными деформациями костных структур. И, как правило, все эти проблемы связаны именно с тем, что люди неправильно обувь носят. Они ее не умеют, во-первых, правильно выбирать, и, во-вторых, то, что у нас сейчас продается на рынке, скажем так, не всегда соответствует размерам, объему стопы. Поэтому каждый раз приходится нам решать какие-то проблемы, убирать эти мозоли, вросшие ногти. Но все сводится к тому, что часто это все не приводит к должному результату, пока человек сам не придет к тому, что ему нужно сменить обувь. Вот. То есть это основная проблема, с которой мы работаем. А я думаю, что у Ксении то же самое. У меня то же самое. Да, я представлю сначала. Меня зовут Крестовская Ксения. Я врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук. Более... Более скольки лет я уже работаю врачом. С 2008 года. Давно. Мои пациенты имеют все то, что перечислила Елена. Плюс у них еще костные деформации, плюс у них еще страдают суставы, коленные тазобедренные, плюс некоторые из них с замененными суставами, избыточной массой тела, большим размером ноги, нестандартным размером ноги, разновеликостью ног. То есть одна нога может быть, допустим, там 38-го размера, да, одна 39-го. Я думаю, что вы тоже, наверное, с таким... Известный факт. Ну, плюс-минус, да, с таким сталкиваетесь. И... Наиболее частая проблема еще, с которой сталкиваются мои пациенты, особенно те... Вот я рассказывала про сына моей подруги, да, сына маминой подруги, у которого 48-49 размер ножки, а он вынужден покупать то, что предлагают в магазине, то есть 46-47. Ну, и там немножко подразнашивать подрастение. Как повезет, да, вообще? Отправила уже к вам, дала визитку, надеюсь, что дойдет Артурчик. Вот как раз 49-й размер представленный полупарок. Я сфотографирую для него. В общем, нам есть с вами о чем поговорить. У нас есть с вами, да, общие точки соприкосновения, общие интересы. Почему корень проблемы именно обувь? Почему именно обувь? Да, потому что производители не производят должную обувь. Проблема, как сейчас девушки озвучили, есть проблема у клиента, у конкретного человека, давайте так, и у него размер ноги 49, но он вынужден покупать 46-47, то есть у него пальцы в сжатом состоянии находятся. Это отражается, да, меня поддержите, Ксения, что если человек носит обувь не своего размера, это отражается не только на стопе, это отражается в целом на... Даже на зрении. ...полностью на организме, полностью, начиная со скелета, да, с каркаса, и весь обвес, мясной так назовем. Вот это ключевое, то, что люди, производители производят усредненный объем параметров конкретного размера, а их существует на один размер 12 полнот. Это то, что принято в обувном ремесле еще со времен Советского Союза. 12 полнот на каждый размер. Такое было требование. Это было, возможно, при плановой экономике, когда государство может обеспечить финансирование производителя. А когда сейчас частный бизнес и крупная фабрика, это какой запас прочности финансовой у фабрики должен быть, чтобы все эти запросы, 12 полнот на каждый размер закрыть. Это десятки тысяч пар должны храниться на складе. Это нерентабельно. И это только лишь одна проблема. Это только одной позиции, одного фасона. А если у вас их 20-30 фасонов, то, соответственно, это сразу умножается. У вас склад будет размером с Олимпийский футбольный стадион. И это огромное, колоссальное вложение денег. Вот ключевая проблема в том, что вы как специалисты даете рекомендацию человеку говорить, уважаемый Иван Иванович, у вас вот выросли накоточки, у вас тут шпоры, шпоры, мозоли на пятках и прочее. Нужно бы вам подобрать обувь. Иван Иванович начинает метаться и думать, а где же эту обувь найти? Он обращается в ортопедический салон целенаправленно. Возможно, ему повезет и подберут нужную полноту. Но я не уверен, что это так. Почему? Потому что притчевоязыцах. Мы знаем, мы с Романом мониторили ортопедические салоны. Да, есть представлено достаточно некий объем продукции, который подходит, но недалеко не всем. Поэтому мы как производители, я в частности как технолог, я точно знаю эту проблему. Потому что уже тысячи пар были отшиты. И как этот вопрос закрыть, мы тоже знаем. Мы сшьем начиная с 34-го до 52-го. Это штатная линейка. Если будет 33-й, тоже сошьем. Если будет 30-53-й, тоже сошьем. То есть для нас это не является дилеммой. Это 30-й какой же? Там какая циферка внутри? Это вот шестерка или диетка? Шестерка, да, 36-й. Вот просто для сравнения. Разрешите? Вот для сравнения. Вот 49-й, да? Вот 36-й. Вот я покажу специально на камеру. То есть насколько это контрастирует. Вы представляете себе? Я ношу 45-й. Вот просто даже вот по сравнению с моей ногой. Моя нога утонула в этом 49-м. И это для человека, кто с 49-го размером ноги. Для него это дилемма. Найти такую обувь. Обычно люди с такими размерами при покупке в магазине. И они видят, что таких 3-4 пары они забирают все. Мы делали прям опрос в Москве с Романом. Прям людей с высоким ростом на улице останавливали. Уважаемые, извини, мы обувщики. Видим огромный размер ноги. Вот что ты делаешь? Он говорит, если я вижу, что 3-4 пары, я покупаю все. Вопрос, почему? А он говорит, потому что такого шанса может больше не быть. То есть люди сталкиваются. В нашем случае это не проблема. Мы изготовим любой размер. Причем при любом объеме. Любой объем на закроем. Какая бы полнота ни была, мы этот вопрос закроем. Ну да, это проблема, я скажу, не только и больших ног. Вот у меня, например, есть подруга, у которой 34-й размер ноги. Она все-таки в серьезной компании работает и является ее руководителем. И она тоже не может себе позволить в детском мире одеваться. А там другая градация колодок. Она еще и объема. Да, взрослая женщина. Условно 40+. Ну, со временем у нас же ноги имеют форму немножко деформироваться. И вот ей тоже приходится поискать обувь. И в детском мире при, допустим, при производстве детских колодок 34-го размера, 33-го размера. Там совсем другие параметры антропометрии. Потому что у ребенка еще стопа не развита при таких параметрах. Согласитесь? А взрослый человек с таким параметром, он уже ее натоптал, он уже ее натренировал, у него уже такая... Это уже другой сбор, это уже другой скелет. Мы работаем с 34-го именно по этой причине. Потому что у меня, у близкого друга, у супруги 34-й размер. И мы, и очень много девочек, клиентов, у кого 30-го... Вот сейчас запускаем женские высокие лодочки, босоножки, там до сотки у нас будет высота каблука. Стартуем с 34-го. Сейчас мы получили уже в колодочный парк полностью, в четырех полнотах. Это только один фасон у нас очень части. Дальше будет 65-60, 45-40, высотные разные, то есть трапециевидные носки, овальные, остроносые, как у Кристиан Лобута. Вот и все это, это все, все в полнотах, в четырех полнотах. Почему? Потому что объемы у всех стопы разные, так Господь сподобил, что мы все homo sapiens, человек разумный, но по-разному мы спроектированы по параметрам разным. Такова у каждого своя генетика. Потом у нас вот, допустим, есть клиенты, у которых при тридцать девятом размере ноги, показатели объема в пучке, триста, вот это вы видели когда-нибудь? Да, видели. Триста. Триста, это тридцать сантиметров в объеме в пучке. Поняла, да. Бывают такие, бывают. Я называю нога мяч для регби. По-другому она не выглядит. Она как мячик для регби, как футбольный мяч. Ему в чем ходить и где ему брать? Ну, ему сшили первую пару. Живет он в Казахстане, в городе Алма-Аты. Зовут его Нурлан. И буквально месяца три назад он вышел с нами на связь. Он в Кабач уже полгода, наверное. Полгода, может быть. Он с огромным удовольствием с супругой съездил в Европу. Погулял по Чехии, погулял по Франции, по Германии. Вот так он прям целый месяц посвятил этой поездке. И он провел это все время в нашей обуви. И он накидал кучу фото. Потом в итоге мне звонит и говорит, я не могу тебе не позвонить. Выдели мне время, я хочу пообщаться. Я говорю, давай, с удовольствием. То есть мы с ним прообщались почти 40 минут по телефону. И вот он мне говорит. Он говорит, я тебе интимные подробности такие небольшие озвучу. У меня сейчас пяточки стали как у ребенка розового цвета. У меня сошли все мозоли. Пропали вросшие ногти. То есть благодаря тому, что правильно подобрана колодка по его антропометрии стопы идеально. И благодаря этому он, во-первых, вес скидывает. Он ходить больше стал. У него активность появилась. У него жизнь изменилась кардинально во всех смыслах. Походка изменилась. Ребята, кто его много лет не видел, он слушал прямые эфиры, когда мы с Романом проводили в ТикТоке. И я говорил о том, что меняется походка у человека. Он говорит, вот, думаю, делится со мной. Вот, думаю, вот Русик рассказывает, как красиво. У нас что, даже походка меняется? Я, говорит, не поверил. А потом, когда вот столкнулся сам непосредственно с этим, действительно. Когда люди, кто его много лет не видел со стороны, увидели его, узнали. И подошли и говорят, а мы смотрим, ты, не ты. У тебя походка другая стала. Он говорит, я сразу вспомнил слова. И вот, то есть, ногти в рощи пропадают, пяточки все на месте. Почему? Откуда это все? Я это не придумал. Это все было в советское время. Оно было поставлено на поток. Это было принято. В шести основных полнотах в магазине любой человек, кто постарше будет смотреть вот эти записи. Они скажут, точно так и было. Заходишь в магазин, берешь обувь. Вот здесь идет маркировка сбоку на подкладке у фабричных производителей. И на ней идут куча всяких цифр непонятных для обывателя. Но отдельной графой стоит циферка, например, четыре. Это четвертая полнота при сорок втором размере. Либо пять при том же размере. Либо шесть при том же размере. То есть, пять-десять человек приходят в магазин в один и тот же. С сорок вторым размером ноги. Один пытается обуть, не получается. Ему выносят просто другую полноту при этой же длине. И он свободно в нее входит. Это как одежда. При росте метра восемьдесят, мой рост метр восемьдесят, я в плечах пятьдесят шестой. Роман чуть повыше меня, но он в плечах пятьдесят два пятьдесят четыре. Понимаете? То есть, вот эта вот градация, когда ты одежду несешь на себе, ты ее на себе несешь. Ты не ощущаешь нагрузки. Ты можешь фуфлайку одеть на себя. Ты можешь тулуп армейский одеть на крайнем севере, ребята. Кто служит, они знают. Он весит килограмм семь или восемь, этот тулуп. И ты не ощущаешь. А когда ты обувь обуваешь, вся нагрузка пропорциональна. Она куда идет, она где-то вниз. Законы физики никто не отменил. Они по-прежнему на земле существуют. И все, от этого проблема. Разные ноги по объему у всех, как отпечатки. Вы тоже это видите, все это знаете. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И вот мы эту проблему закрываем благодаря тому, что мы можем подогнать правую ногу отдельно, левую ногу отдельно. Благодаря персонализированному подходу к каждому клиенту. То есть, отдельно промеряется правая нога, левая нога, все показатели. И уже в заказ снаряде, в техническом описании мы видим, понимаем и применяем знания. То есть, путем подбора колодок правильных. Вот, то есть, благодаря этому закрываем вот этот вопрос, связанный с нюансами, так скажу, по ортопедии. Потому что очень многое с избыточным весом. Для кого-то это избыточное, для кого-то это норма. Ну, то есть, мы можем закрыть эти вопросы. Практически, ну, в 99% случаев. Бывают там 1%, когда... Ну, нюансы возникают, бывает такое. То есть, вот то, что мы сейчас с вами смотрели, мы показывали колодку. У нас их просто нет таких колодок в парке. Как вариант, можно их запускать. У меня вопрос есть. Вот, когда клиент приходит уже с проблемой. Да. Да, у него либо мозольки, либо косточки. Ну, разные причины. Когда начинаются эти проблемы? Вот, например, подросток или там парень молодой, да? Там 18-20 лет стопа остановилась, в принципе, на каком-то размере. Сколько проходит времени, прежде чем у него начинаются какие-то нюансы, проблемы? То есть, как можно ему изначально помочь? То есть, если он только столкнулся с этим, насколько быстро нужно уже поменять ему обувь с обычной на какую-то вот такую персонализированную? Чем быстрее, тем лучше. На самом деле, ткани у всех людей абсолютно разные. Я скажу от себя так. Есть люди, женщины, которые всю жизнь ходят на каблуках, в обуви, которая им мала, и у них ничего не происходит. А есть люди, которые один раз одели туфли на корпоратив, и у них гематомы под ногтями. Такие, что они прям готовы на потолок запрыгивать от боли. То есть, ну, как бы все индивидуально. Я от себя могу сказать одно. Если человек обратился с какой-либо проблемой ко мне, приходит на прием, в первую очередь, что я делаю? Это я замеряю его стопу, размер его стопы. И, как правило, 95% у людей больше размер ноги, чем они, ну, считают на самом деле у себя. А потом я, у меня специально есть измеритель обуви. Я измеряю обувь. Ставлю на измеритель стопы. И, как правило, 90, опять же, тоже практически 5,9%, потому что я веду достаточно, ну, тщательно такую статистику. У всех где-то примерно на сантиметр, бывает даже на 3 было и такое сантиметра, внутри обувь меньше, чем стопа. Потому что у человека очень субъективное ощущение и понимание того, что ему обувь мала. Потому что он это привыкает, видимо, с детства, когда нам родители покупают обувь на вырост, нога-нога-нога растет, она уже уперлась, но они ее растоптывают, ботинок растоптанный, и человек не ощущает, что ему уже жмет. Человек понимает, что ему обувь мала, когда вот иной покупает, только в тот момент, когда он засунул ногу в ботинок, и ему сразу стало больно. Вот он понимает, мне эта обувь мала. А вот такую какую-то определенную компрессию, когда у него зажимаются пальцы, вот, да, он этого не понимает вообще. И очень многие ошибочно измеряют свою стопу в статике. Все мы знаем, что у нас во время шага стопа увеличивается. где-то примерно на полсантиметра, а то и на сантиметр. То есть они измеряют свою стопу в подносок, но не делают запас на момент шага. Вот, то есть у нас получается передний свод зажат, биомеханика походки вообще полностью нарушена, отсюда все проблемы. И со связочным аппаратом пальцев, в таком зажатом состоянии, и деформацией костных структур, и ногтей соответственно, и кожных покровов. Все, все, вот прям все, все проблемы практически от этого идут. А диабетикам вообще нельзя, ну прям тщательно. У диабетиков еще проблема в том, что у них чувствительность нарушена. Нарушена, да, у них нарушена чувствительность, я всегда говорю. Помимо того, что вы должны следить за размером своей обуви, но еще и что там внутри бывает. Были такие случаи, вот с зажигалкой вот лежал мужчина с диабетической стопой, да, у него отсутствовала чувствительность, он целый день с зажигалкой проходил, у него прям в форме зажигалки, да, в форме зажигалки у него вот все это там образовался натоптыш, который превратился в трофическую язву. А любая трофическая язва у диабетика может привести к ампутации вообще. Поэтому тут такие вот моменты, вот. Часто все, говорю, упирается всегда в обувь. Вот сколько, сколько вот, сколько я с обувью, 10-12 лет, да? Да, да. Вот сколько вот работаю, каждый раз удивляюсь просто, ну сколько нюансов, насколько важна обувь все-таки. Казалось бы, ботинки есть ботинки, да, но... Не могут выбирать они, я даже объясняю, ну хорошо. Ладно, если вы там не можете себе позволить пошить обувь индивидуальную, но нет у вас денег, вы хотя бы в магазин, когда приходите, вы стельку вытащите, встаньте сверху. Вот эти стельки и посмотрите, чтобы у вас хотя бы элементарно был запас. Выбирайте так обувь, которая, чтобы у вас фиксировалась на стопе за счет голеностопа, шнурка, там, застежки какой-то. Смотря какая обувь. Ну да, но опять же полнота не всем подходит, она у них пролетает. Я не об этом, я о том, что вкладная стелька, из моего опыта, сколько я производством обуви занимаюсь, сколько мы промониторили брендов, мы же мониторим не только дорогие бренды, мы мониторим и очень достаточно бюджетные бренды. Вкладная стелька из десяти пар существует около одной, а в девяти... Или приклеена, или вшита, да, является частью конструкции. Это зависит от конструкции обуви. Есть орантопришивной, прямой прилив. У нас военные стельки во всех парах. Везде? Абсолютно. Всех, без исключения. Почему? Ну, потому что я на этом собаку съел. Ну, а потом же, если ортопедическая стелька нужна... Она у нас стелька комфорт, воемная. По всем параметрам она соответствует ортопедической стельке. Это большой плюс, то что вы все равно, несмотря на это, сделали ее... Вы можете подменить на ортопедическую. Вы, как врач-ортопед, прописали Ивану Ивановичу стельки. Да, да, да. Мы с вами Ивану Ивановичу подсказали адресок. Вот здесь все написано. Все написано, все параметры полностью. Полнота, все есть. Конкретный заказчик, конкретные фамилии, но отчество. И уже мы, у Ивана Ивановича, вы, Ксения, вы поставили техническое задание производству своему. Они выполнили стельку. И вы чувствуете, по толщине она же такая же, как ваша. Она 5-миллиметровая. Все. Вот именно в самом основном месте, где может зажимать, вот здесь в пучке... Вот метаторзальный валик еще. Да, да, да. А дальше уже линия шнурка и уже геленок и пятка. Все, там проблем не возникает. Дальше уже свод стопы может быть любым. То есть у нас преимущество именно такое. Плюс мы в комплект кладем еще регулирующие стельки. То есть помимо основной стельки, которую мы с вами видим, она идет штатная по расписанию. А можно у нас стельки, пожалуйста? То есть когда я осуществляю проме конкретного заказчика и делаю подбор колодки под его параметры, там уже по умолчанию учитывается вот эта стелька, которая уже в комплекте приходит клиенту прямо домой вот в таком виде. Она находится в обуви. То есть он обувает и пошел. Но! Вдруг у нас клиент с диабетом и он имеет отечность ног. В самолете часто летаете, чувствуете же, на высоте начинают вот это вот мучиться. Да. Вот. Раз, вынимаем. Обычно все вот так смотришь, я бетухли снимаю. Ага, смотрю слева сосед снял, смотрю справа сосед снял. Ну, значение один такое. Вот. Вот. То есть отекшая нога. Вынимаем, просто убираем ее. И вместо нее? Потоньше. Давайте поменяем. Вы мне вот эту дайте, да, она левая нога. Да. Просто она по параметрам толка. Я даже вот так покажу, смотрите. Но она такая, только потоньше? Да. Последую она такая же, только она тоньше. То есть она меньше объема скушает. У вас больше будет свободы. Просто меняем их местами. И все. Устанавливаем эту. Обуваемся. И снимаем проблему отечности. Никаких вопросов. Бывает наоборот. Пробка. Пробка, натуральная пробка. Прям заказываем, покупаем в компании. Угу. Она очень экологична, очень, очень для ноги, очень удобна. Она дышащая. Она дышит, да. Очень хорошо работает. Скажем, ситуация возникает такая, что клиент, когда замеряли его дистанционно, у него была нога отекшая. Вот такое тоже бывает. Окей. То есть он с основной стелечкой обувается и чувствует, ну что немножко ему свободно. Опять же, как вы сказали, субъективное ощущение. Для него, ему бы хотелось плотнее. Никаких вопросов. Вынимаем. В комплект идет вот такая пробковая простилка. Устанавливаем пробковую простилку. Компенсируем вот это вот. То есть вообще все предусмотреть. Абсолютно все. Продумано до мелочей. Для того, чтобы клиент почувствовал себя счастливым, чтобы он понимал, что по вашей рекомендации он пришел к нам и мы закрыли вопросы. То есть ваши труды как врача не пошли впустую. Он нашел не только вас, но и нас. То есть цикл замкнулся. И у него люфт при этом, при подкладывании основной стельки пропадает. Все. Не будет вылетать ничего. Все будет прям вот как хорошее крепкое мужское рукопожатие. Обувь, как говорил великий Сарваторо Феррагамма, она должна садиться в течение 20 минут на ногу. Я могу такую рекомендацию дать. Ощущения должны быть плотного махрового носка. Вот так должно обувь сидеть. Не плотнее, не слабее. Распечатываем, покупаем махровые носки. Именно махровые. У них плотность по посадке хб-шной, вы не ощутите. Копровый вы не ощутите. А именно махровый, он имеет такую структуру. И вот одеваешь этот носок, и вот это вот ощущение плотности, вот точно так же вы когда обувь обуваете, у вас должно быть вот такое ощущение, как будто махровый носочек на ноге сидит. Тогда все. Железобетонная гарантия, 8-10 часов проходите, никакой нагрузки не почувствуете. Если это кож подошва, это как рекомендация для девочек, когда вы носите шпилечки, не более полутора часов. Все, дальше разулась и пошла в балеточках. В балеточках тоже, кстати, не захотите. Вот жалко, что вы сегодня макосины не принесли. Мне очень вас макосины. А у нас скрытый клин. Да, я знаю. Все продумано. Да, у нас 10-миллиметровый клин стоит внутри. Я помню вообще макосины. Чтобы ортопедические требования, у вас как врачей, это ваши требования. Но есть еще повыше, дедушка с святой бородой на небесах, да, Господь Бог. Он же так сделал, чтобы вот мы ими находились с небольшим увеличим, хотя предки наши ходили босые. Ну вот изначально человеческая стопа, Витя, была приспособлена для другой поверхности, но эволюция нас привела. Эволюция привела к 2-м сантиметрам. Никуда от них не денешься. А это у вас зимняя, да, появилась? Маленькая. Это ведь ваши маленькие? Это мы запускали в прошлом году, год назад, войлок. Честно скажу вам, что для меня это на сегодня просто самая удобная обувь. Я знаю. Просто мне настолько мягко, комфортно. Вот они одновременно такие смешные, но такие прикольные, я бы такие тут же. Да, я в них и в горах, я в них и здесь по улице. В них и плюс 10, плюс 12 не жарко, потому что это войлок, он дышит. И в минус очень хорошо. Я вот сегодня купался в минус 7 утром на щелочке. Вот. И ты обываешь, что это обувь, и сразу ногам становится тепло вообще-то. Да, но это натуральный материал, жертвовешка. Борская волочная фабрика. Стилёвые такие. Я там покупала валенки, кстати. И ходила одно время. Сама их расширила. Они прикольные. Меня тоже люди сейчас спрашивают. Промокают? Конечно. Вот именно эти. Ну, по высоте борта в принципе нормально. Я же здесь не хожу в дождь. Как бы в сухую погоду только. А вот зимние у меня есть в точности такие же, только у нас здесь вставка идёт из кожи, она прям закрывает вот это место. И плюс у меня идёт там протектор. Ну, то есть они вообще просто непромыкаемые, неубиваемые. Это вот прям на любую погоду. При минус 35 я ходил в них специально тест-драйв делал. От дома до работы 22 минуты пешком, зимой где-то 30. И в ХБшном носке. Ну, вот. А я купила валенки в каком-то известном у нас магазине. Я забыла, как называется. У них он такой на толстой подошве по типу кроссовок. Ноги просто люто замерзают. Я думаю, ничего себе валенки. А это может быть фетр? Это может быть фетр, да. И войлок очень много. Он идёт разные по толщине, там нюансов тоже достаточно много. А вот на Борской фабрике я ездила, покупала. Ну, там ещё и из овчины носок вставляется. Вот. Они по типу «Прощай молодость», но за счёт… Белый, они за счёт вот этого носка из войлока. Вот ты его одеваешь, сверху вот такая окантовочка. Я ещё там стразами, пайетками расшила. У меня такие они были крутые. У меня все спрашивают, ты где такие валенки взяла? Я говорю, сама расшила на Борской волшебной фабрике. У меня это было давно уже. Наверное, лет пятнадцать. А каких чистите? Вообще никак. Я вообще не заморачиваюсь. Ну, то есть вот я за всё время кремом их прошёл, кожу один раз. Всё. Больше вообще ничего. А спре, водоотталкивающим не обрабатываешь? Можно, наверное. Но они вот за всё время, они пока не потеряли свой хороший внешний вид, поэтому я пока ленюсь и нет у меня на это времени. А так, мне кажется, даже если пылесосом просто, либо чем-то… А для девочек есть такие? Для девочек. Да, мы сейчас тридцать четвёртого шьём, поэтому… Да. Но единственное, мы в этом году войлок не запустили. Времени нет. Мы в прошлом году их выпускали в достаточно большом количестве. Я их дома сам красил. Но окрашивание войлока – это очень трудоёмкий процесс. Так как я азартный в этом плане, мне очень интересны инновации вообще любое исследование. И я просто посвятил этому очень много времени. И попробовали, и очень много счастливых клиентов в этих ботиночках ходят. У нас огромный выбор, спектр цветов. Все цвета радуги были. Мы же что только не делали. Вот, я смотрю, мне так нравится. Но сейчас вот именно… Я просто физически это уже не могу делать. Делегировать надо. А делегировать это, вы понимаете. Когда ты красишь войлок, вы уже девочкой готовите еду. Уже всё сердце, всю душу вкладываете, правильно? Здесь, если ты так себя вести не будешь, малейшее нарушение технологического процесса будет проблемой. Поэтому, скажем, есть в Италии уже готовые варианты. Мы знаем где, пароли явки у нас есть. Но там минимум 300 квадратных метров на позицию. И, соответственно, таких позиций сколько нужно? 20-30 для ассортимента. Это футбольное поле можно покрыть. То есть, такие огромные закупки нужны. Пока не решились. Ну, цена там, она кратно выше. Да, закупки дороже. И в доставке, в логистике тоже будет дороже. Вот в таком исполнении, в естественном цвете, да, без проблем мы готовы шить. Но окрашенные время занимают очень много. Да, они и так прекрасно смотрятся. Вы просто комбинируете с разными цветами. А какие там цвета? Любые, все цвета радуги. Голубые, зеленые. Да, да, да. Голубой, бледно-розовый, зеленый, ярко-желтый, как яичный желток. Бледно-желтый. Ну, там палитры не описуем. В следующем году мы, возможно, запустим, посмотрим. То есть, для этого нужно человека найти, у которого есть баня. Обязательно русская баня нужна. Войлок нужно пропарить очень хорошо при температуре 90 градусов, 92-94 градусов. Надо пропарить. И тогда он прекрасно впитывает в себя краску. И эта краска фиксируется при помощи уксуса. Делается процентное соотношение. И еще раз это пропаривается. Ну, то есть, эта технология долго рассказывает. Это нужно делать. Я это делаю. Я там себе на валенке, если что, войлок пропариваю. Вы мне это скажите. Да. Ну, это в домашних условиях на пару можно. У меня даже дома не живущие баки до сих пор остались. В прошлом году мы их покупали. Но технически, физически. У меня дети маленькие, поэтому я этого не делаю. Уксус все равно имеет. Скажите, пожалуйста, самый главный, основной вопрос, когда я своих клиентов начинаю к вам отправлять, у них один вопрос. Наверное, на бешеных денег стоит эта обувь. Минимальная. Мы, если брать, допустим, с точки зрения сравнивать цены, масс-маркет от такого средний плюс, да, в районе 20 тысяч. У нас цена комфортная. Ну, вот они же ходят, например, ну, я тоже в этот же магазин хожу иногда. Это рандеву, по-моему, он называет. Рандеву – это масс-маркет. Но масс-маркет в каком ценовом диапазоне? Луи Виттон тоже масс-маркет. А в рандеву и вообще-то и Луи Виттона все там есть? Рандеву, я скажу, нет, Луи Виттона там нет. От двух, я не ошибаюсь, если от двух и до 30, мне кажется, до 40 тысяч там. Да, согласен. У них есть стоковые. Я в рандеву захожу, смотрю… Ну, у них есть скидки? Да, есть скидки, но есть сток. Вот. То есть завезли партию, распродали удачно по цене в 30 тысяч. Остатки сбросили по 5. Остатки… Ну, скажем так, не дешевые там все равно обувь в этом магазине. Ну, в средний чек у них в районе 15-17 тысяч. Вот точно так же, как у нас. Вот кроссовки мои стоят… стоили 10, я купила за 4 900 на распродаже. На распродаже, да. Но у вас текстиль? Да. У вас текстиль, у вас не кожа? Нет, тут какая-то баллонька, тут вот немножко замши, тут чуть-чуть кожа, чуть-чуть… Я и говорю, что у вас текстиль. Это спилок у нас, это не замши, это спилок. Ну, и такие текстильные вставки. Готовая подошва. Это как дутики какие-то они, да? Да, то есть у них как бы и так-то цена, если мы говорим о цене там… Сколько они, 10-12 стоили? Ну, достаточно… Да, а это кожа? Ну, я не могу в таком выразиться. У меня просто болят пальцы в коже, но это не точно. Ну, такая, они не похожи, я не думаю… Ну, потому что у меня нога очень худая. Ну, как бы… Это же вставочки. И все. Если я возьму побольше размер, она у меня просто будет болтаться. У вас начинается люфт. Да, у меня начинает люфт, и я… Ну, соответственно, я уже перестала покупать обувь с заложенным носом. А люфт – это опасность? Можно подвернуть голеностоп? Угу. Согласна? Да. Люфт – это же очень не есть хорошо. Обувь должна быть устойчивой, чтобы вы на поверхности в случае… Небольшая ямка или какой-то возвышенность, наоборот, чтобы споткнулся… То есть, чтобы не было вот этого, чтобы она не загуляла, чтобы она стояла достаточно уверенно внутри. Посадка сама, сама посадочка внутренняя. Ну, я шел босоножки с одной перемычки. И могу вам гарантировать, что если собрать две футбольные команды девочек, и на каждую мы отошьем… Вот просто одна перемычка, вот так вот. Угу. И задник не фиксируется? Никакой фиксации, только одна перемычка. Все. Вы будете бегать в них в 100-метровке и играть в футбол. И они у вас с ноги не слетят. Я знаю, как это сделать. Как поймать ее? Как правильно должна быть сконструирована сама обувь? Ну, самый главный параметр. То есть, индивидуально снимается правая-левая стопа, длина… У меня длина правой ноги на 5 миллиметров длиннее, чем левая, но я профессиональный спортсмен будешь. Это у большинства людей, на самом деле, одна нога толчковая… Да, да. Знаете, как говорят врачи? Или опорная, и всегда… Не подологи, а патологоанатомы. Говорят, что человек после смерти становится асимметричным. Есть такое, да. Соответственно, Господь нас создал асимметричными, да, и мужчин, и женщин. И мы в жизни, и у Романа я все его параметры знаю, мы уже 11 лет друг друга знаем. Я снимал ноги, параметры его стоп неоднократно. У него ничего не меняется. Он также профессиональный спортсмен, КМС по баскетболу. Да. У него толчковая. Не, у него толчковая. У меня выросла нога. А у меня правая толчковая. Я также профессионально спортом занимался. И у меня специфика спорта именно толчковая правая. Я правша. Из-за этого и сердце у меня также, желудочек увеличенный. Из-за колоссальных нагрузок. То есть это нормально. А у диабетиков так вообще же... Ну вот я не спортсмен, но я, например, много в статике времени провожу. Раньше в операционной, сейчас еще где-то, да? И, ну процедуры, например, какие-то делаю. И я заметила, что у меня левая нога опорная. То есть я больше массу тела вот переношу на нее. И я по обуви это тоже чувствую. Ощущаете, что левая плотнее сидит? Да, да. Поэтому я когда в магазин прихожу, я стараюсь вот по левой ноге ориентироваться. Да, да, да. Когда с клиентами общаемся при замере и видим разницу по длине и по параметрам, мы клиента информируем. Говорим так, уважаемый или уважаемая, ваша контрольная нога на всю вашу жизнь. Правая. Они говорят, что значит контрольная. Это важно, да. Когда вы приходите в любой магазин, не в нашу компанию, а в любую другую компанию, в магазин, всегда требуйте правую или левую. Почему? Потому что в основном в магазине дают померить правую. Есть такое сложившееся мнение у людей, что типа всегда дают правую, а она всегда разношенная. Ничего подобного. А у них просто может быть на витрине всегда тоже, да? Всегда правая просто представлена, да, это уже такая традиция. Но у людей, у многих, у них наоборот на самом деле левой длине. Вот в вашем случае лучше левую. И мы-то вот, кстати, мы только рекомендацию даем. Видимо, ага, левая длиннее. Уважаемый. Всегда мерьте левую. А почему? А потому что ваша левая нога, она вот имеет такие показатели. И люди применяют. В магазин приходят. Ну, кто покупал у нас обувь, больше в магазины не ходят. У меня вопрос. Мы вот сейчас очень много, ну, как бы, таких знаний подсвечиваем, да, касаемо обуви. И смотрят нас наверняка сейчас в том числе и те, кто обувью занимается. Например, там, продавец обуви, да, в каком-то магазине, в каком-то бренде. Вот, на ваш взгляд, продавец обуви должен обладать каким вот набором знаний, чтобы вот клиенту... Конечно, должен. Они все поголовны, разносятся. Да, да. Я, знаете, скажу, вот, пациентам своим я всегда, когда их отправляю покупать новую обувь, ну, я их учу, там, что каблучок должен быть, там, носок, пятка, регулируемая полнота. Я им еще говорю одну важную вещь, что, когда вы будете мерить в магазине обувь, вот, если ты надел и тебе уже сидя в ней неудобно, нет смысла, там, ждать вторую пару и ходить. А если, вот, бывает, ты надел и говоришь, как хорошо, вот это точно можно мерить и носить. И по этой причине, некоторые коллеги, например, меня не понимают, но я вот, например, делаю стельки с пенальником, которые ездят в инвалидном кресле. У них чувствительность снижена, но все равно еще некоторые проводящие пути остались. И это также как с обувью. То есть ты надел и говоришь, ой, как мне удобно. Ну, ты же не ходишь в этот момент, но ты чувствуешь, что твоей ноге удобно. И также вот и стельки по этой причине делаю. А с обувью продавцы в магазине, хорошие магазины, вот у меня у нескольких друзей есть магазины спортивной обуви, они прям проводят учебу своим, обучение со своими продавцами, чтобы продавец мог посмотреть, действительно заметить, что там одна нога больше, другая меньше, что одна нога шире, другая уже. Ну, это редкость, на самом деле, да, я такого не слышал, ни разу не видел. Не ходили с тобой. Помнишь, мы были не так давно в Москве, может быть, год назад, мы зашли в очень дорогой бутик, безумно дорогой бутик. И там просто, ну, пара из крокодила, вот то, что мы шьем из крокодила, и у них стоит одинаковая модель. А это кто? Скат, скат. Там просто из крокодила это сделано. Электрический? Но цена там 800 плюс за эту пару. И когда подошел продавец, парень молодой, я смотрю, там тоже какая-то пара стоит, ну, видно, что это олень, ну, фактура. И тактильно ее можно понять, что это олень. Я думала, покупатель олень. А они это продают как кого? А он начал говорить о том, что это теленок. То есть человек торгует облю, которая стоит очень дорого, но при этом не понимает. Глубоко знаний нет. То есть глубокого такого обучения вообще продукту нет. Не только знаний по каким-то параметрам и так далее, но и по самому строению. Продают просто как семечки. Есть белые, есть черные. По факту, вот к вашим словам, о чем вы говорите, о том, что клиент обувая обувь, сидя, и если ему хорошо, все равно надо вставать. Нет, безусловно, но он первое ощущение поймал, что ему хорошо, и дальше он уже встает и ходит. А если ты их надел и еще даже вот не встал, и тебе уже сразу там тесно как-то что-то смялось. Не надо дальше. А в нашем случае знаете, как это работает? Я на звук определяю. Прям на звук. То есть когда мы сшили человеку пару по его параметрам. Там воздух такой. Да, да. В момент продева, когда пятка уже начинает погружаться на свое посадочное место, просто выходит излишки воздуха из окна. Он такой, его не описать. Вот на определенном звуке, на определенной тональности он фу. Ты откуда знаешь, что уже шило не холодно, да? Вы, наверное, просто обували и услышали это дело. То есть это действительно так. И опять же у нас, мы же предприниматели, бизнесмены. И мы постоянно в движении, постоянно в поиске. И хочется роста. Все быстрее, быстрее, быстрее. И есть одна из бизнес-моделей. Это открытие, масштабирование нашей компании. Открытие точек. По крупным городам России для начала. Потом будем меньше, меньше, меньше. И вот как обучить персонал? Вот то, о чем мы с вами сейчас разговариваем. Как обучить специалиста, донести до него информацию, которую он передаст клиенту, чтобы понять, как ощущает себя клиент в обуви. Это же вообще невозможно. Вот как вот я могу вселиться в вас, да? Но это, скорее всего, должен быть какой-то менеджер по персоналу. Придумали. У него какой-то чек-лист, да, и по которому он… Придумали. Придумали вообще. Вот самый простой вариант. Я это проверял на заказчиках. Когда клиент приходит к нам в магазин, что называется, с улицы. Кто-то сказал, слушай, иди там. Есть RR Collection. Ребята классно шьют. Зайди к ним. У них есть шоу-рум в Нижнем Новгороде. На Добролюбово 10. Офис такой-то. Заходишь. Все. И там есть наличие. Вот пришел человек, и вот условный продавец стоит. Некий парень или девушка. Вот как вот подобрать клиенту обувь? Есть у вас устройство для промера стопы. Ага. Можно поставить в это устройство. Но объем-то вот не померяешь. Объем. Вот у нас есть прям таблица. То есть мы видим 42. Замеряем объем пучка. Видим 255. Это штатная палата. Видим 265. Это уже не штатная палата. Или 245. Это не штатная палата. Усредненная колодка на всей планете для всех стран мира. Хоть Америка, хоть Россия, хоть Китай, хоть Турция. Без разницы. У всех на 42-м 255 миллиметров параметр пучка на колодке. Вот хоть кол на голове тиши. Это как эталонная гиря. Тысячу грант, которая хранится в Великобритании, в Лондоне. Там супер в вакуумном устройстве, без воздуха. Вот то же самое. Вот все. Мы нет. Мы так не работаем. У нас есть градация по полноте. И как определить клиента? Тут же делается промер. Берется с прилавка обувь. Поднимаем. Видим здесь штемпель 42. Приоткрываем. Смотрим полноту. Применяем к таблице. Понимаем, что у него полнота не штатная, не 250. А 265. Находим полочку. Берем 265-42 на размер ноги. Обуваем его. А теперь как понять субъективные ощущения заказчика, который в вашей обуви находится. Мы же не можем вселиться в его тело, чтобы передать. Тогда я делаю просто. Я говорю, уважаемый, дайте пожалуйста руку. Здравствуйте. Вот так не должна она сидеть. Чуть плотнее сожмите мне руку. Просто поздоровайтесь как мужчина. Вот приблизительно вот так она должна сидеть. Но не так. И не так. А именно. Оп. Все. Ни плотнее, ни слабее. И вот несколько раз, раз за руку. Давай еще раз. Иван Иванович. Оп. Оп. О да, Рустам. Слушай, вот так. Я говорю, все сидим ждем. Он говорит, чего ждем. Я говорю, да ничего. Я говорю, давай походим, давай посмотрим. Смотри, вот есть вот такая пара. Я просто начинаю его отвлекать. Моя задача удержать его в этой обуви 10-15 минут. Если в течение 10-15 минут я периодически поглядываю на эволюционные его глаза, я вижу, что у него нет никаких гримас, неудобно. Все. Потом я резко, неожиданно через минут 10-15 диалога, я задаю вопрос. Я говорю, Иван Иванович, как обувь-то? Хорошо ли все? И если я в ответ слышу, а, что? Да я про них и забыл. Бинго. Это стопроцентное попадание. Значит, он уже ощущает себя, его как в носке. Эту обувь, как в носках, понимаете? То есть все, это попадание. А дальше уже статистика. Все, Ивана Ивановича с Богом отправляем. Он довольный клиент, ушел. Обязательно с ним уже команда Романа. Обратная связь. Иван Иванович, здравствуйте. Вот прошла неделя, вы купили нашу обувь. Как ваши ощущения? И уже слушаем, что он в ответ нам говорит. Он говорит, ребята, все классно, я доволен. Фиксация. А какая была колодка? А он купил туфли. А какие туфли? Вот такие. Форма носочка яичком. Да? Но на завтра он говорит, я не хочу такие. Я в ваших походил, классно все. Но я хочу еще. Я хочу более прямоугольный. Это совсем другая колодка. Это совсем другая тропометрия. Все то же самое. Опять применяется к его стопе. Опять смотрим параметры. Подбираем, берем из парка колодку. Отшиваем. Отдаем ему. Он опять счастливый, довольный ходит. Опять. Алло, Иван Иванович, как у вас ощущения? И так до тех пор, пока мы не выработаем все колодки, у нас их очень много. У нас есть под кроссовки отдельные колодки. Под туфли у нас два вида колодок. Под сапожковые другие колодки. Еще одни, еще сапожковые. Есть отдельно макосиновые. Есть тапочные. Сейчас женские. Ну то есть это огромный кладезь знаний, применяемых нами как производителями. знаний у вас как от профессиональных медицинских работников, так скажем. Вы даете нам эстафетную палочку. Мы ее подхватываем, применяем. В итоге мы что получаем? Счастливого, здорового, улыбающегося клиента, человека. У меня вопрос к вам. И у меня. Давайте сначала и потом я тогда. Рустам, вот смотрите. Своим клиентам я всегда объясняю, что вам не надо бы носить обувь с зауженным носом. Но я так поняла. Ну хочу, чтобы вы разъяснили нашим клиентам, что в принципе в вашей обуви ничего страшного нет, если она с зауженным носом, потому что стопа не пролазит вот в этот зауженный нос. Объясните, пожалуйста. У меня на самом деле этот же вопрос. По-другому хотел спросить. Окей. Я вопрос сам понял. Откуда пошла вот эта история? Очень много лет работал в индивидуальном пошиве. Я как мастер. И при промере ног я понимаю, что я вижу, что при 42 размере, я почему 42 беру, он идет как средний для мужчин. Для девочек идет 38 как средний. Потому что есть 37, 36, 35 в сторону понижения. И в сторону повышения идет 39, 40, 41, 42. Сейчас, девочки, у нас уже меняется антропометрия. Да, люди растут. Хорошо ли, плохо ли – это уже другой вопрос. И стал задаваться вопросом. Думаю, ну я же самоучка. Я же не заканчивал специализированных учреждений. Стал задаваться вопросом. Стал больше задавать вопросов модельерам. Мне модельеры начинают входить меня вокруг елочки хороводы. Не могут четко уразумительного ответа дать. Я стал выносить мозг технологам. В итоге дошло до того, что я познакомился с профессиональными колодочниками, которые уже мне донесли информацию. Я уже стал больше в это погружаться. И здесь вот такая штука возникает. Мы с вами имеем колодку 42 размера объемом 255. У этой колодки есть определенный след. И он, вот этот след, колодка считается вот так. Вот это является колодкой. Все, что дальше пучка – это фасонный припуск. Это носок. Носок может быть такой, как вы мне показали на фото, необычной формы. Носок может быть, как у Кристиана Лабута иностраноса. Он может быть трапециевидный, он может быть круглый, он может быть треугольный, квадратный, какой угодно. Покажите тогда, что колодка, а что… Вот так вот она считается. И он должен слабаться свободным. По сонным припускам, да. И клиент, если думает, что у него палец должен быть до упора, ничего подобного. Должен быть воздушный карман в самом конце. Но не так, как я показываю. Поменьше, конечно, но приблизительно… Но обувь из масс-маркета не позволяет. Вот приблизительно. Я поняла. А некоторые вот носят, у них же пальцы в кучу вот здесь вот. А потому что им полнота ботинка не позволяет. Обувь из масс-маркета. Потому что размеров нету. Размеров нету. Потому что… Привык так. Это вот какой размер? 43, да? А он со своим 45-м вот пытается вот сюда залезть. Объясню причину. И пальцы у него реально вот тут. Все, я все поняла. Из опыта общения с заказчиками… Я все поняла, что происходит. Из опыта общения с заказчиками я обратил такую вот деталь. Есть, например, ну, мужчина высокий достаточно, скажем, метр девяносто ростом, да? И у него размер ноги, ну, скажем, 43. Хотя при его параметрах ему бы где-то 45-46. Но чисто с точки зрения физики, чтоб не падать, да? Ну, это же физика. И он интуитивно пытается взять больше, но у него люфт. А из-за этого люфта что происходит? Можно подвывихнуть голеностоп. И это может привести к неприятностям большим. Посему? Если пошив, можно там кучу всяких хитростей применить. Внутри у него останется 43-й, а снаружи они будут хоть 49-й. Мы даже так можем сделать. Одному заказчику в Китае именно такую пару из крокодила сшили, господину Сану. Это так называемый фальшнос. Но это могут единицы. А это почему? У него маленькая ножка, а он хотел, чтобы... Да, 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 да. Зрительно. И вот в этом мы... Вот. А вот теперь подходим к соли вопроса. Откуда вот эти сжатые? Это у человека субъективно... Ну, не хочет он носить 45-й. Ну, вот у меня 45-й. У меня никаких комплексов плюс прямой метр восемьдесят. А есть мужчины, которые вот... Ну, ему не нравится, что у него 45-й. Ему хочется, чтобы ему ножка была поменьше, поэлегантнее. Туфельки более такие, знаете. Поэтому вот эти пальчики. А потом, Ксения, у меня ногти. Алена, помогите. Что мне делать? Понимаете? То есть, наша задача как специалистов, вас как представителей науки, нас как представителей выполнения поставленной задачи производственного, донести до вас наши уважаемые, любимые сограждане, друзья, товарищи, братья и сестры. Мы не навязываемся, не пытаемся как-то продать свою идею. Наоборот, мы просто точно понимаем и знаем, что если мы вместе с вами сделаем все правильно, то вы, в первую очередь, будете счастливы и здоровы. И мы, как специалисты, будем чувствовать себя удовлетворенными, что мы все-таки осчастливили вас. Что вы получили именно тот результат, который действительно правильно применяется по вашим параметрам. И продолжая к этому диалогу, вот смотрите, что меняется. Если у него 42-й и объем колодки 255 в магазине, а его фактическая нога при 42-й длине 265 в объеме, он не сможет обуть ему. Что придется? Придется 43-й брать. То есть, чем длиннее размер, следующий шаг, а наиполнее. Или у меня еще пациенты, знаете, иногда что делают? Ну, как бы вот пришел в магазин, да, вот все, как бы ситуация такая, что не купить нельзя. Он вынимает стельку или выдирает стельку, и вроде как обувь чуть-чуть становится побольше, и пофиг, что там снизу гвоздь может царапать, или там скрепка торчит, или клей. Бумажку положили, клей там прикрыли, гвоздь забили, да. И ходят без стельки, я клянусь, это так и есть. Есть такое. Ходят без стельки. И причем, знаете, кто это им еще подсказывает? Продавцы. Ну, так а продавцу что нужно? Продажи. Да. Я думаю, что сама один раз так вот пришла, был у нас такой магазин Карло Пазолини, которого уже давно нет. И вот, ну, нравятся мне сапоги, да, нравятся. А это последний размер остался, вот все, моего нету. А она говорит, а вы попробуйте стельку достать, без стельки померите. Я говорю, а как я без стельки носить буду? Она говорит, да как? Все носят и не сможет. Да, да, все носят. А для меня это вообще такая дикость была. Как стельку-то вытащить? А потом я уже от пациентов это неоднократно слышу и вижу, они приходят, обувь снимают. Я говорю, а вы стельку не носите? Нет, мне со стелькой туговато, а без стельки нормально. Поэтому у нас вкладные стельки. Так вот, возвращаясь к вопросу по 42 размеру и по объему пучка 255, то есть штатная по расписанию. Клиент пришел в магазин, все, он видит, такая беда. В нашем случае это работает не так. То есть у нас есть следующая полнота, но она не по ширине стелька, она не такая, она чуть шире. То есть сама колодка к преградации. Я работаю с Санкт-Петербургом, у меня есть коллега очень классный, Дима, который технарь высшей категории. И вот мы с ним совместно разработали наш колодочный парк. У нас чем больше полнота, тем шире стелька. Вы как врач четко меня понимаете. Это очень круто. Это очень важно. В процессе эксплуатации, в процессе работы стопы, нога и живот работают постоянно. Никаких не возникает инсинуаций, в нашем случае это тоже. Потому что мы не должны красть опорную поверхность у стопы. Нельзя, ни в коем случае. А у многих производителей получается, что опорная поверхность вот такая. Она штатная. А вся стопа, она висит просто вот на тряпочке, там на замши, на коже. Вываливаются из кастрюли, конечно, конечно. Это уже собаку съели, наверное. То есть это очень ценно, что вы даже такое учитываете. Но мы не производим тысячами пар, понимаете. У нас нет таких возможностей технических. Наверное, лучше сделать даже тысячу пар в год, но сделать это штучно и правильно, экологично, да? Чем сделать много Г и принести много Б. У нас, видите, у нас персонализированный подход к клиенту. Цель одна. Клиент, вы, скажем, покупая овощи, фрукты для детей, для семьи, либо мясо, либо молоко, то вы стараетесь брать, видите, ну качественный продукт, правильно? Хочется же кушать нормальную еду. И вы привыкаете к определенной бабушке или дедушке, которая классные помидоры вам продает, соседка или подача, или еще что-то. И здесь принцип тот же самый. Для нас клиент очень важен с точки зрения, во-первых, уважения к человеку. Это первое. Второе. Если человеку мы создали ощущение комфорта, качества, красоты, эстетики, и он при этом счастливый, то есть внутреннее ощущение, обувая нашу обувь, он понимает, что, блин, это так классно, я так хорошо от этого. И это вызовет у него реакцию повторно приобрести обувь в нашей компании. Почему? Потому что мы подходим к этому профессионально. А какая у вас возвращаемость? Вы смотрели? Примерно в процентах, наверное, 60 клиентов они повторно заказывают. Это повторно. Когда произошел момент у нас, ну, пару лет назад, да, там все известные события, соцсети уже немножко подрезали. Это ТикТок, это Инстаграм. В ВК там долгое время был бардак определенный, в Яндексе тоже. Ну, в общем, вот эта суета не давала качественно просто рекламироваться. И единственное, за счет чего мы двигались и продолжали не просто как бы выживать, а еще развиваться в период. И подседлили. Да, это только наша клиентская база. Потому что это прям для нас актив, наши клиенты, которые просто у нас годами заказывают повторно, повторно. И там все происходит гораздо проще. Ну, то есть вот повторно, когда клиент к нам обращается, у нас уже по минимуму все данные. Что заказывал, когда, какой был материал, какая была колодка, что мы можем еще порекомендовать. Ну, в общем, прям вот это гораздо проще быстрее. Что-то новое появилось, можем предложить. Да. Ну, у вас же вообще сами по себе модель достаточно износостойки и долго не терять своего товарного вида. У нас и гарантии. У нас куча лайфхаков там в соцсетях. Просто там часто там видео мы снимаем, как ухаживать и так далее. Например, клиент может проходить в обуви год, полтора, два, три. И если что-то не так, он может к нам ее отправить. Мы ее восстановим, вверх почистим, кремами пройдем, отполируем, надо подошву заменим. Она к нему возвращается практически. Это дорого? Нет, это не дорого. Это такой базовый уход, который, ну, для наших клиентов мы делаем. Да, как техобслужб. Да, да, да. Особенно, если изделия какие-то там дорогие, с чеком там за 50+. Ну, понятно, что... То есть даже из другого города к вам можно прислать? Да, конечно. А вот я знаю, что вы и отшиваете обувь вообще, да, по всему миру или по всей стране? По всему миру. По 65 стран уже отработали. 55 стран. Более 500 городов по миру. Россия, мир. Европа. Абсолютная разность. Азия. И вот попадаете всегда в размер, да? 95%. Да. Вот как вы говорите, сегодня неоднократно упоминали, субъективно. У человека есть субъективное. Даже если мы сделали все по науке. И Рустам сделал так, как это надо, как оно должно быть. Есть субъективное ощущение. Если человек остался чем-то недоволен, давай назад. Отправь. Мы тебе все переделаем, все бесплатно, все за наш счет. Ты останешься в любом случае. То есть он снимает видео и озвучивает то, что его, допустим, не устраивает. Мне вот тут вот хотелось бы посвободнее, мне бы хотелось здесь. Ну то есть на видео. Этого достаточно, чтобы принять решение. Все. Он отправляет эту пару обратно. Мы просто отшиваем ему другую пару, другой параметр. Отправляем и берем обратную связь. И, как правило, это улыбка. А от души спасибо, ребята. И все. Это человека сподвигает к повторной покупке. Потому что для нас каждый клиент как родной брат. Ну вы, конечно, для него столько сделали. Мы именно относимся к клиенту именно с точки зрения, что это наша совместная с ним работа. Это не то, что вы порекомендовали как специалисты, как врачи. Мы подхватили эстафетную палочку как производители и клиент, ну это же не лошадь купить в конце концов, не машину. Это же ты на себе носишь. Поэтому, уважаемые, давай вместе мы это с тобой сделаем. Для этого есть обученные наши специалисты, которые помогут тебе самостоятельно обмерить. Живешь ты в Петропавловске-Камчатском. Это же край географии. Или Анадырь. У нас есть клиенты из Анадыря. Это отсюда километров 12 тысяч лететь. Это самая крайняя точка Беринга в пролив, дальше Аляска. Это крайняя точка нашей географической карты Российской Федерации. Как снять? Я же не могу полететь на самолёт. Нет, я могу, мне интересно, я бы слетал. Но это очень накладно обойдётся клиенту. Поэтому всё через интернет. Быстренько помогли обмериться. Отправили. Человек получил? Обязательно обратную связь. Как вы, уважаемые? Всё ли хорошо? Всё ли вам классно? Да. Всё окей. Всё окей, значит окей. Значит, дальнейший человек уже к нам положительно расположен. И мы можем спокойно вести с ним дальнейший диалог об отшиве последующих пар. Ну вот Роман сказал, что в среднем 60% по средней статистике это где-то в районе 5 пар в год на человека. Ну то есть по сезону. Можно лето. Летом у нас есть и тапки, и домашние тапки. Я видела у вас сандалии красивые. Есть, да, летние сандалии. Есть различные вариации этих сандалей. Их масса всяких. Есть демисезонная обувь, есть повседневные туфли, есть зимние. Я на ваш Телеграм подписываю. Есть сверхнизкие температуры. Тоже подписывайся на наш Телеграм. Вот войлок, да? Да. Опять же, можно войлок и ещё и мехподклад. Для особых мерзлений будет. Это для меня. Это вообще я влюбилась в эти валенки. Мерзлявые ножки. Что у меня не мерзли ноги. Надо начинать купаться. Да? И будет тепло. Нашнички по ветрам. Роман, вот у него та же самая дилемма была до недавних пор, да? Да, да, да. У меня есть ещё к вам такой вопрос. Ко всем профессионалам. Вот обувь. Сегодня говорили много о нюансах. Но у нас же есть сама конструкция обуви. То есть у нас бывают разные виды подошвы, типы подошв, материал, из которых делается подошва. У нас есть разное внутреннее строение. У нас есть разные подклады. Есть кожа. Бывает у производителей дешёвая синтетика. Бывают разные там виды крепления. Бывают разные стельки. Сам верх. Бывает кожа. Бывает, например, тоже крокодил, скат. Бывает синтетика. Насколько вот это влияет в целом на здоровье ног? То есть если выбирать между, например, там, продуктом условно там за, ну, предположим, в среднем цене там от 18-20-25 тысяч, а если мы возьмём какой-нибудь продукт условно там за 3-500-5 тысяч рублей, есть ли в них вот эта вот разница по комфорту, который может влиять в целом на здоровье ног? Вы знаете, можно и за 200 тысяч купить плохую обувь, можно и за 20 тысяч купить хорошую обувь. Да. Вот. Бывает такое. Можно и с AliExpress заказать обувь, которая будет там более комфортно сидеть на ноге, чем что-то такое. Ну, я от себя добавлю даже уже не про комфортность и правильное расположение стопы в обуви, а от материала, который внутри. Вот, например, людям с гипергидрозом, ну, как бы, не рекомендуется. А что это? Когда повышенная потливость. Потливость повышенная стопы, да. То есть, ну, здесь нужно обязательно учитывать, что обувь всё-таки должна быть натуральная и дышащая. Да, да, да. Потому что, когда они вытаскивают ногу из синтетической обуви. Что такое дышащая обувь? Можно топорить. Техническим, научным языком. Да, я сейчас поддержу вас, я понимаю, что это из мира спорта. Ты же тоже из мира спорта. Это, да. Вот это прозвище про носки, как мы их называли в раздевалках мужских? Сырки. Сырки. По слову, протухший сыр. Ну, вот гипергидроз, он приводит именно к тому, что если ты носишь синтетическую обувь, синтетическая обувь не имеет такой технической особенности выпускать потожировые выделения стопы. Да, знаю только мы самые вонючие. Потожировые выделения стопы могут проходить насквозь, только через кожу. При условии, что у тебя и верх кожи, и подкладка кожи. В таком случае у тебя будет нога себя ощущать достаточно комфортно. И многие, вот эта потливость так назовем ее в простонародье, она уйдет. И при этом правильно должна быть подобрана по объему. Если по объему подобрана, и плюс присутствует такая дилемма, но у нас кожа вверх, кожа подклад, все, этот вопрос будет закрыт. Немножко талька, чуть-чуть, и все. Но если у человека бромедроз, там уже ничего не спросят. А это что такое? Это супер. Это уже супер, когда уже присоединяется. Просто течет, да, с ноги? Нет, нет, это когда присоединяется инфекция в потовых железах, и она источает просто зловоние. Это не сырки. Это круче, да? Просто раньше у спортсменов-то тоже обувь, например, у футболистов была все-таки кожаная. А сейчас футболисты, вот у меня иногда приходят делать стельки, а у них же обувь вообще пластик. Да, все с пластикой. Пластик. И вот у меня один раз пришел один из футболистов из премьер-лиги, не буду говорить, из какой команды. И он несколько пар бутс выставляет, а я такая сижу и думаю, а у вас кот что ли дома живет некастрированный? А он говорит, нет, это еще нормально, это я их еще постирал. Особенность. Помыл, то есть это из бутс так реально пахнет. А потому что синтетика, она же как целлофановый пакет на ноге. Все, это же ужас. А они же бегают вообще как кони, у них тренировки каждый день, да. Ну у него просто жесть пахнет от стопы. Кстати, вот у меня один есть футболист, ходит парень, высокий соответственно, и у него все ногти в гематомах уже вот такие вот. Я говорю, у тебя какой размер ноги? Он мне говорит 43-й, я говорю, не может быть. Ну вот 43-й. Но я, говорит, с запасом, он через какие-то сайты из Америки покупает вот эту фирменную обувь, кроссовки. Я не помню фирму Джорджа. Он с запасом обувь носит? 44-й покупает. И вот он, я смотрю его кроссовки, вот эти импортные, дорогие, из Америки он их заказывает. Там на шильдике реально написано 44-й размер. Я говорю, давай вставай. Я его ставлю на стопам, у меня стопомера не хватило, 46-й, говорю, у тебя 46-й размер ноги. А в эти кроссовки, то есть он утверждает, что у него 43-й, кроссовки 44-й. То есть по факту у него стопа оказалась 46-го размера, а кроссовочки, я померила, измерила, они 43-го размера были. Он реально не ощущает после бутс, то что он бегает. Ну, кстати, не говоря о каких-то бутсах, баскетбольных, футбольных, это же специализированная обувь. Если мы говорим вот про эту, это же все равно модельная повседневная. Но специализированная обувь, наверное, она должна быть. Слушайте-ка, она получается маломерная обувь, получается, вообще у производителя. Да. А он, в свою очередь, как потребитель, не видит, не понимает. Да. Ему бы сменить на размер больше. Полноразмер очень мало обуви. Тут понимаете, какой нюанс. Вот, например, мне, мои футболисты говорят, что им нельзя носить обувь больше, потому что в момент, когда они пробивают по мячу, если там будет расстояние, они могут себе травмировать пальцы. Да. Вот в чем дело. Но, опять же, вот, кстати, нам так на заметочку, да? Если применить это знание и отшивать бутсы по параметрам, по полнотам, там же то же самое, такие же люди. Конечно. Люди то те же самые. Соответственно, с полнотой, с размером 42, выстроить команду и запасной состав, а их не один, их два состава. Это человек 40, минимум у них, ну, 30 человек точно выезжает на любое соревнование. И если из этих 30 человек у 15-ти 42-й и дать им одну и ту же пару бутс, в нее войдут только человек пять. Другие скажут, слушай, она не входит. И что ему делать? Ему брать 43-й. Почему вот в вашем заказе, ваш потенциальный клиент покупает 43-й, непонятно. Это надо прямо вот погружаться, смотреть конкретную ситуацию. А нет, на ботинке написано 44, а по факту я измерила он 43-й. И вот каждый раз, когда приходят ко мне клиенты, я умерю у них обувь. У них на этикетке написано, допустим, 38-й, по факту они оказываются 36-й, либо 37-й. А у нас, знаете, у нас… Всем ламерки практически. У нас другая ситуация возникает с заказчиками, очень много. Когда наш технический специалист производит обмер дистанционно у заказчика, всегда задается вопрос, а какой вы обычно носите размер? Ответ, допустим, 43. Угу. Окей. Промеряем его показательно, а у него размер ноги 41. То есть почему? И такое может быть. А объясню почему. Потому что у него объем пучка при 41. В размере длины. Объем вот именно вот этот объем. Вот этот пучок? Нет, пучок вот этот. Пучок вот этот? Нет, пучок вот этот. Пучок вот этот? Вот здесь. Понимаете? Соответственно, теряется антропометрия самой колодки. У человека стоит нога неправильно. Вот здесь образуются вот такие складки мухомрачительные. То есть это уже... Ну... Некоторые с этим сталкиваются. И даже женщины некоторые с этим сталкиваются. Потому что у них косточка. Потому что у них больно. Потому что нога широкая. Им приходится покупать мужскую обувь. Потому что она вот в этом пучке шире. Женщинам приходится покупать мужскую обувь. Да еще и там на размер на два больше. На свой сороковой, например, она берет 42. А как вы шьете обувь с холюсовариусом, если сильная прям деформация? Большая прям, косточка такая? Ну, такую рекомендую. Цельнокровеная, где нету никаких швов. Где без швов, да. А что же, говорит, она мне прям такая широкая будет, они мне говорят. Это же уродская байтова. В таком случае, а куда ему деваться? То есть тут выбор... У меня была девочка, клиентка. Молодая девушка, 22-23, максимум 25 лет. Я говорю, шея ботфортое. На 12 сантиметров хочу шпильку. Выше не существует колодки. 12 – это все ограничения. Просто физиологически человек дальше не сможет стоять. Я говорю, а вы балерина? Он говорит, нет. Я говорю, ну вы выше десятки ходить не сможете. Я? Женщина же задевает. В смысле, я не могу. Да я могу. Я говорю, ну вы же видите, что у вас с косточкой-то творится, да? Я говорю, ну она у вас вот так вот торчит, как шестой палец. Я говорю, с этим ты что делать? Она говорит, а мне через месяц операция. Так давайте вы операцию произведете. Потом пройдет полгода, вы придете, мы посмотрим на состояние ваших ног, сделаем промер, и тогда сошьем вам на 4 сантиметра. Ну вы как врач же меня поддержите, вы же согласны, что ей после операции никаких ей 10, какие ей 10, не дай бог 12. Полтора часа жестких переговоров, и мы сошлись на 10 сантиметров. Пришлось отшить ей ботфорты на 10 сантиметровую колодку, под ее ответственность. Я сказал, все, я говорю, вопросов нет, мы сошьем. Клиент всегда прав? Не всегда, не всегда. Но я говорю, вам походить в них полтора месяца, дальше произойдет операция, и вы после операции в них все равно врачи вам запрет поставили. Конечно. Я говорю, дай бог через каких-то может быть 6, 8, а то и через год вы сможете их обуть, если к этому моменту вы не скинете вес, либо вы не поправитесь. Почему? Потому что после операции оно может пришло в плюс дать, что в минус дать. Конечно. Все зависит от ситуации. То есть, бывает, что клиент давит, гнёт свою линию, с девочками, с вами же вообще невозможно вести этот спор. Я хочу, всё. Да и каждый день это слышу я на приёме, каждый позже день. Но она мне не жмёт, она мне свободна. Да-да-да, это мои самые удобные, это мои самые удобные вообще. А вы при этом видите, что там пальцы-то вот так вот сжаты, как у вас. Хорошо, если я докажу, сделаю замеры. Не протёр сбоку. А некоторым даже и это не помогает, не доказать. Ну, я не знаю. Так человек устроен, наверное, просто всё воспринимать в критику, в первичную. Любое предложение профессионалов, оно, возможно, так вот критично воспринимается. Непонятно почему. Но, если опять же, вот по нашей статистике, да, по нашим заказчикам. Вот я рассказывал о нашем клиенте, у которого прошли мозоли. Прошли ногти. Всё. Он счастлив и довольный. Во-первых, он заказал себе весь парк обуви, какую ему нужно для себя. Плюс, он разрекомендовал всё своему брату и его жене. Отшиваем его дочерь. То есть, и это уже, знаете, такое, как сарафан. То есть, передача. То есть, что хоть хочется сказать, уважаемые наши дети. Слушайте профессионалов. Девочки знают, они никогда не подведут, они профит с вами делают. А мы, как производители, выполним поставленные технические задачи. И будут все счастливы и довольны. Мы потом в пустоту ещё закидываем простилки пробковые. Не, они с точки зрения, они вообще не мерзнут. Они, наверное, белее были, да? Ну, чуть-чуть, да. Ну, я говорю, что их надо просто разочек хотя бы пройти. Не, ну, это цвет их не портит, как бы. Я понимаю, что, возможно, есть какая-то разочек. Кстати, вот вопрос к вам, к экспертам, ко всем, как к ортопедам, производителям. Вот мы уже, как проговорили, да, то, что в масс-маркетах, да, обувь, которая отшивается, она не полноразмерная для некоторых, как оказалось, клиентов, да. То есть, узенькая вот эта вот стелечка идёт, да. То есть, у них стопа шире стельки. Или пятый палец висит, или первый палец должен загнуться, чтобы повестись. Ну, и бывает даже вот здесь вот, в области плюсная, да, она, стелька уже, чем даже сама плюсная. Ну, в области вот этого. Да, 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 пучок. Пучка, да. Так как вот это вот вообще сказывается? Деформируется стопа. Пальчики деформируются, Лена. Даже не пальчики, а в области пучка, если. И деформация, и артроз, деформирующий в этих пальчиках. И натоптыши, вот ты вот можешь встречать мозоли как раз вот здесь, вот здесь. И по бокам. Вот, пожалуйста. Это я не для себя иду. А, для вас. Для вас и ваших броней. Ногу, ногу просто вот в этой точке, вот здесь, ее сдавливает. Вот здесь вот ее сдавливает. Правильно? Да, да. Именно плюсная. Пучок. Но мне они не жмут, они говорят. Ничего не остается. А то, что у вас там он свисает, ну, то есть не жмут, почему? Растаскали за счет. Я скажу так. Я не с тобой. Давайте, знаете, как рассмотрим. Очень много анализировал за уже за столько десятилетий работы. Пришел к одному выводу. Когда человек приходит к сапожнику, мы же сапожники для обывателя. Сапожник ассоциативно, это какой-то пьющий человек, какой-то небритый, какой-то неопрятный. Ну, как правило, да, так ассоциативно. А в нашем случае нет. Мы не сапожники, мы обувщики, мы производители. И я всегда говорю клиенту так. Когда вы приходите к стоматологу, вы почему-то вопросов не задаете. Вы доверяетесь стоматологу? Так ведь? Вот вы приходите, вы озвучиваете, что бы вы хотели. Но в любом случае решать будет стоматолог. Он сделает снимок, он посмотрит, он примет решение за вас. И он применит все свои знания. И уже вы молча, с открытым ртом вам ставят распорку. И вы будете только течь слюной и молча сидеть и терпеть все процедуры. Вот так ведь это происходит. Почему с обувью, почему, почему иначе? Я вот этого понять не могу. Почему нету доверия? Человек пришел уже к вам. И спорит. Специалистов уже с проблемой. Она уже актуальна, она уже случилась. Дальше что должно произойти? Дальше вы говорите, помажешь вот этим кремом, пойдешь вот к этому хирургу, либо к вам. Мы отрежем тебе вот здесь, мы намажем тебе тут, тут мы напильником тебе сточим. Все. Окей. Но он же не будет босиком ходить дальше, правильно? Ему же нужно где-то приобрести обувь. И он, невзирая на ваши рекомендации, опять идет в магазин, опять приходит к вам и говорит, да нет, они мне не жмут. Вам это кажется? Так вот, я обращаюсь к вам, уважаемые наши зрители, доверяйте профессионалам, это очень важно. Мы такие же стоматологи, только обувные, вот так назовем. Почему? Потому что представители науки четко видят случившийся факт, постфактум уже, могут вам порекомендовать, отправить к нам, профессионалам, которые закроют вам эту проблему, и вы будете реже встречаться со специалистами. А может быть, вообще забудете дорогу в их кабинетах. И девочки будут счастливы от того, что они смогли вам помочь. А мы будем счастливы от того, что мы смогли все-таки замкнуть этот круг. И вы, как потребитель, получили то, что вы хотели. Вот это вот важно. Доверяйте нам, мы стараемся из-за всех сил максимально. Берем от вас обратную связь. Это, Рустам, на самом деле, очень правильные слова. И не только к вам, как к обыдным делам, мастерам приходят со своим уставом. И к нам уже сейчас приходят и диктуют, как лечить. Сейчас вообще к врачу. Какое отношение стало вообще? Потому что сейчас есть интернет. Если раньше надо было выписывать газету ЗОЖ, да? Если надо было смотреть телепередачи, то сейчас ты, пожалуйста, окей, гугл. И все. Тебе интернет пишет, чем лечить твою болезнь. А к врачу ты идешь чисто как бы получить уже подтверждение твоим догадкам. Или там, чтобы он подтвердил тебе твой диагноз, который ты уже сам себе поставил. Самолечение. Да. И если врач еще что-то говорит другое, то возникает еще недовольство, что доктор, вы неграмотный, вы тут не читали в гугле статьи. Вы не знаете такого блогера? Все. Вы не врач. Вот. Поэтому тут еще очень важно и авторитет, и умение вот именно правильно обосновать, что вот почему вот так, а не иначе, да? Почему палец не должен доходить до сна? Да, 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 да. Почему там, например, подошва должна гнуться там, да, умеренно? Почему должен быть каблук? То есть, я считаю, что если специалист может ответить на эти вопросы, вот вы можете обосновать, я не знаю, каждый гвоздик, там, каждую нитку в этом ботинке, то тут не может быть сомнений, что это. Ну, у нас вот за счет этого и построен в целом маркетинг компании. Потому что мы постоянно это, просто там от видео к видео постоянно параметр, размер, полнота. И мы вот эту вот, вот эту тему, мы ее даем уже лет, наверное, 7, вот в сетях, каждый раз. Я всегда затрагиваю этот вопрос. Конечно, потому что это закрывает проблемы сразу. То есть, не продавливать авторитетом, что слышишь, ты, я 20 лет шью ботинки, я все знаю. Да, просто каждый день об этом методично, спокойно рассказываем, 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 рассказываем. Ну, это факт, это факт. То есть, я ведь тоже к этому пришел путем длительных изучений и общений с специалистами разного уровня. Больше всего мне в этом плане помогли колодочники. Я видел на Нерехтинской колодочной фабрике, это под Костромой, колодочник, дедушка, ну, я не знаю, ему лет под 90. У него специально сделано кресло. Он, видимо, уже очень тяжело передвигается. Я не видел его в положении столь. Я видел его в положении полулежа. У него справа подмастерье, слева подмастерье. И при входе в его рабочую зону висит на двери вывеска, что без представителя завода категорически воспрещен вход. Это вообще секретная лаборатория. И туда меня завели только благодаря моим хорошим взаимоотношениям вообще с руководством завода и с технологией. И я полюбопытствовал, я говорю, а он колодочный, хотел бы посмотреть. Мне говорят, да без проблем, пойдем тебе, мы покажем. Меня завели, я посмотрел, познакомился с человеком, не помню, как зовут, давно это было, лет 10 прошло уже. И трепетное отношение к нему. Я задался вопросом, думаю, надо же, а как? А потому что это родник, это первый источник. Колодка – это первый источник. Это аналог человеческой ноги, сформированный в определенной форме. И если правильно выполнены колодки, все, вопросов со своим... Вот же говорят, да, высокий каблук, но колодка удачная, и я в них там танцую. Это просто повезло. То есть не в колодке дело? Нет, в колодке, но просто совпал шип-паз. Понимаете, то есть данная конкретная девочка пришла, померила, ей зашло, она потанцевала, поработала ножками, и все хорошо. Начать просто повезло. А другая ее обувь 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 и не сможет произвести те же самые палки. Знаете, тут очень много нюансов. Именно подгон, подбор колодки под конкретную антропометрию стопы. Левая, правая. Мы же с вами видим, какая разница в ногах. Они же как отпечатки пальцев, вообще не похожи. Редкий случай. Ну вот по моим наблюдениям, на 100 замеров, ну может быть 10, это прям вот правое-левое похоже. А 90% нет. Они разные и по длине, и по объемам, и по подозвищу, и все что угодно. Форма большого пальчика бывает прям вот так вот аж наверно. Взна взлет, да. Прям дырку прорезают люди насквозь. У нас технолог, Сашка, вот у него это прям дилемма. У нас под него специальная колодка. Да пусть подошьет все связки. Нет, 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 есть проще решение. Гриндерс, знаете Гриндерс, известнейшая фирма, производитель обуви. Просто форма колодки в носочной части, на простонародье мысок. Она вот такая, чуть-чуть просто повыше. Все, этот вопрос закрывается. Плюс у нас стелька вкладная. Мы в таких случаях, в носочной части стельки, его просто стачиваем в ноль. Прям под пальцем. И все, и никаких проблем. Здорово. Но это только в нашем, видите, то есть у нас вкладная стелька. Но у вас видно, что носок не по пальцам лежит, а что там комфортно. Это видно. Мы за этой колодкой поехали в командировку у рабочих с Романом, в Ростов-Недовом. И в поисках подошвы увидели случайно колодку. И все. И просто это вот любовь с первого взгляда. И вот мы ее приобрели. А дальше мы с ней уже производили градирование. Да. Далекие, по-моему, 18-й год это был. Или 17-й год. То есть это вы купили колодку, а дальше вы уже сделали вот эту перфорацию, рисуночки. А уже вверх это как елка. Елку укрожай, наряжай как хочешь. Поняла. Плюс, смотрите, у нас же стелька, она же не просто стелька. У нее свод внутренний увеличенный. При вальбости очень хорошо. Да, да, да. То есть нету, конечно, она не специализирована ортопедическая. Мы ее и называем стелька комфорт. Комфорт, все правильно говорится. Но она с точки зрения погасить ненужные нагрузки, это просто персик. За ней мы, кстати, тоже охотились с тобой не один год. Очень долго искали, надежного производителя, постоянного, понятного. Белорусы, ребята, изготавливают. Заказаны из Белоруссии. А вот эти мы были на форуме с тобой. Вот рукав тоже очень много всего этого. Но у них силикон. Ну вот мы с тобой на форуме были. Он продавливается. Это же практически не изменит. Не комфорт. У тебя носишь и носишь, носишь и носишь. Я со своей соткой хожу в них и хожу. Там чисто денег заработать. Вот мне еще нравится то, что вы, например, кеды, да, как кеды, там, классика, как классика. То есть у кед, например, да, вот я щупаю пятку. То есть вот он жесткий запятник. И верх мягкий, чтобы, да, чтобы не натирать, не впиваться. Ахилсон, да, да, да. Я сейчас обратила внимание. Расскажи немножко вообще за эти кеды. Это же не обычные кеды. Такие кеды вообще не купить. Их неважно купить. Расскажите про эти кеды. То есть классический верх кеды. Ну, я имею в виду верх, сам фасад. То есть это же общепринятая картинка. Она плюс-минус у всех похожа. Но хитрость у этой кеды. В пяточке. Да, да, да. То есть рекомендация у вас, как специалистов, пятка должна быть чуть-чуть выше. Если мы с вами смотрим вот так, мы видим, что она в принципе ровная. Но внутри. Вот я на камеру. Но вся соль и вся мудрость, и вся хитрость скрыта внутри, под вот этим рантом. То есть клин установлен внутри. Он спрятан под рантом. Это не видно. Скрытый кавлук. Надо взять, у нас есть специальная болгарка. Я предлагаю его разрезать прям вдоль. Поджатываем одну парень, что-то очень страшно. И все, и мы увидим эту внутреннюю конструкцию. Повторить ее. Сколько рилсов можно с одного распила кеды? Повторить это, в принципе, я имею в виду саму конструкцию вот эту. Это все ручная сборка. Вот этот рант приклеивается вручную непосредственно в тот момент, когда изделие затянуто на колодку. Сначала устанавливается вот этот наш хитрый клин. Он специальным образом монтируется. И после только этого приклеивается вот этот рант вдоль всей конструкции. Дальше приклеивается вот этот накат, чтобы... Это же кожа натуральная. Рант выполнен из натуральной кожи растительного дубления. Три с половиной миллиметра толщина. И перешивается он вручную, строчку вручную. И ее специальным крючком шьет человек прям. Откуда такое цветовое решение? Заказчики. Очень много для нас... Опять же, обращаясь к вам, наши уважаемые заказчики. Вот данная расцветка, это посыл непосредственно был от вас, от зрителей. Наш заказчик попросил, говорит, я хочу разноцветные. И приблизительно дал нам техническое задание, как бы он это видел. В 3D программке несложно написал, перебросил нам видюшечку короткую. Мы решили очень интересное решение, давай попробуем. И все, пожалуйста, отшили. И они как стали заходить. Мы не один десяток именно вот этой расцветки отшили. Если не сотен, ровно. За 7 лет уже, то есть, люди, а я хочу так. А можно мне вот это такого цвета? Их же можно играть. Мы этот цвет голубой можем куда угодно установить. То есть, нам не принципиально, как покрасить. Это кожа под окрашивание вся идет. Она вот как белые стены, как белый пол. И мы... Вручную тоже ее окрашиваются. Вручную окрашивается. У нас есть стандартная карта. Мы подбираем. Ага, хотим вот этот элемент, например, окрасить в голубой цвет. Все отдельно. Четыре элемента, потому что две ноги. Раз, два, три, четыре. Выкладываются отдельно, окрашиваются. Этот элемент отдельно два. Эти два отдельно. И так далее. Потом все это уже комплектуется. И девочки на швейном цехе все это дело собирают. Дальше затем штатное действие по расписанию. Затянули и установили подушку. А подушку вот этого. Мы были в Москве на выставке, мы шо, лет шесть-семь назад. Польша. Это у нас еще элита была. Да, да, да. Мы ездили, мы там итальянца встретили. Итальянская пара, семейная. Такая приятная пара. Они взрослые уже, такие лет семьдесят плюс. Диадника такой импозантный. Дама с ним очень интересная женщина была. Они прямо возрастные. Но такие улыбчивые, такие открытые. И мы увидели у них кедовую подушу из кожи. Именно из растительного дубления. То есть она отдельно была изготовлена. Все. Я и так эту подушку рассмотрел. И так ее. Очень сложные в исполнении. Ну, очень сложные. Там столько узловых соединений. Там использована куча всякого оборудования. Обалдеть. Да, то есть мы с ними. Смотрится она, конечно, на миллион долларов. Без вопросов. Но с точки зрения эксплуатации. У нас же с вами вот здесь перегиб возникает. Вот видите, я ее сейчас вот. То есть я не боюсь ее гнуть. Вот я ее гну на камеру. Ну, она абсолютно новая. Поэтому немножко усилить. Потом, когда разносишь, все хорошо. Вот в этой точке, вот здесь. У кеды, у любовь, рвется и ломается. И резина рвется и ломается. С этой ничего не будет. Потому что это кожа. Я вот эту идею подсмотрел у итальянцев. Но у них выполнение самой подошвы имеет некий минус. То есть у них тоже она лопнет вот здесь. Наша точно не лопнет. Почему? Ну, потому что есть хитрость. Это очень сложно объяснить ее. Вот. Она очень динамична в этом месте. Хотя вроде и широкий, высокий борт. Потому что внутреннее содержимое. Здесь очень много скрытых моментов. которые мы с вами на фасаде не видим. Они все внутри. И это дает и мягкости, и практичности. Перегиб хороший. Вот она, видите, все, она пошла. Вот она работает спокойно. Никаких вопросов. И плюс она вот мягкая сверху. Ничего с ней. Мы к ним тоже очень долго шли. Именно к этой модели. Да, да, да. Долго подходили. Ты и так пытался. У нас с Романом как связка работает? У нас четко мы на берегу договорились, когда мы познакомились, что кто за что отвечает. Все. Роман полностью. Маркетинг, реклама, продвижение финансов, партнеры и так далее. Моя задача только про душ. И в процессе, когда создается продукт, Роман мне, допустим, раз, пустан. Люди просят кеды. Все, я начинаю думать. Кеды. Какие кеды? Так, Роман. Вот так он мне показывает. Вот это есть у всех. Мы можем как-то удивить. Мы можем как-то выделиться. Мы можем как-то, не теряя в комфорте, в профессионализме, дать еще и вот такую красоту, чтобы она смотрелась ярко, чтобы людям это нравилось, чтобы хотелось порадовать себя. И благодаря вот этим совместным поездкам увидели здесь, увидели тут, увидели там, поанализировал, подумал, придумал. И все пробные отшиваются на Роман. Все поголовно пары. Раньше было. Так сейчас уже, к сожалению. Ну, я все равно пока что еще рекордсмен по наличию наших изделий. У меня, наверное, пара. Счастливчик, наверное, вообще овов не покупать. 35, наверное, пара у меня есть. Есть те, которые я там носил буквально там один-два раза. Их просто много. Например, делаем из лап крокодила. Это же вообще, если рассматривать, весь контент посмотреть, вот какой мы видим, в Инстаграме, в Телеграме, да где угодно, из лап крокодила вообще нет ни одной пары. Ни один производитель в мире. Ни один в мире мы не видели. Никто. Ни невысокие бренды. А почему это пришло? Был заказ. А, нет, не был заказ. Были шкуры. А я что-то смотрел, смотрел на этого крокодила. Я смотрел, смотрел на эти лапы. Они такие красивые. Ну, такая фактура. Ну, она настолько прям вот как бублигум, понимаете? И я говорю, Роман, я говорю, слушай, давайте кроссовки сошьем. Попробуем. Я говорю, только единственное, будет вот здесь стык впереди. Я говорю, потому что, ну, они маленькие, я не смогу цельный кусок вытащить. Он говорит, да делай, говорит, не парься. Мы сделали одну пару в сочетании бордовый с синим с намицем. И все это на сегодняшний день у нас самая популярная модель среди крокодиловых кроссовок. Вот именно в сочетании вот именно этих двух цветов, рубин, рубин и нави, и лапах. Но это, чтобы такое отшить, человек должен стать в очереди. Почему? Потому что их всего четыре лапы выходят с одного крокодила, а у нас на пару выходит шестнадцать лап. Сколько? Шестнадцать лап. Шестнадцать лап на одну пару? Да, на пару. Это маленькие лапы, что ли, у крокодилов? Нет, это крокодилов. Нет, это крокодилов. Нет, это крокодилов. Нет, это когда... Лапа, 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 лапа. Не целая нога. У него есть толкатели сзади, да, есть передние. Лапы, это вот где пальчики? Да, да. Кисть, как бы, крокодилов. У меня такой сейчас... Семя права, задние лапы толчковые, но когда выработка происходит, она становится меньше. Вы же шкуру получаете, вы же не всего крокодила делаете. У меня, знаете, сейчас какой вопрос возник? Прям очень-очень интересный. Смотрите, у меня есть клиенты на стопе, на плюсне у которых, ну, они особенно с деформирующим артрозом, да, например, на плюсне у них уже сформировалась такая мозоль сосудистая, да, уже, из-за того, что там вот этот сустав уже торчит, и уже подкожно-жировой клетчатки никакой нет, ну, то есть, ходить уже больно. Вот если, например, он пришел к вам, такой человек, изготовить обувь, возможно ли сделать таким образом, понятно, что у него уже кости все, никуда, подкожно-жировая клетчатка там не нарастет в этом месте, там уже кожа и кость, все, поэтому образуется вот эта сосудистая мозоль, она очень болючая. Возможно ли в стельке сточить под этим местом давление, чтобы там не было вот этой точки опоры давления, чтобы как бы в стельке углубление было? Можно, конечно. Вот, допустим, смотрите, у нас с вами вкладная стелька имеет сама основа 4 мм, сверху накрывается миллиметровой подкладкой, и того общий бутерброд 5 мм. Мы здесь с вами до 4 мм углубления можем дать, в нужном месте. Оно без проблем протачивается, делается этот материал, очень хорошо поддается обработке. А, в ортопедический стельк? То же самое. Можно. Типа бормашинкой можно подсверлить. В такой стельке можно даже, знаешь, если тебе прям вот так вот очень надо, ты же можешь взять пробку, вот так вот, например, наклеить, и здесь прям побольше сделать. Нет, стелька изначально... Или вот взять, две положить. А вы... Она просто хочет, что вот если у человека, например, вот здесь какая-то... Хорошо, а если у нее стелька не вынимается из золы, что делать? А вот если не вынимается, она клеит разгрузки. Она клеит, типа, такие пенопластовые... пенопластовые спасательные кружочки, войлочные делаешь, да? Есть войлочные, да. Есть какого-то там... Есть такие губчатые, да. Ну, это же не вариант клеить, постоянно вырезать, на кожу клей наносить. Это же очень, не очень удобно. Нет, я просто это к чему спросила, что если мои клиенты к вам придут, сможете ли вы им так сделать? В нашем случае, да. Они дополнительную полноту могут создать, мне кажется, в обоих. Мы его померили, но я работал с ортопедией, я работал с гетто. Там же раньше ортопедия... У нас с тобой вообще клиентка, которая ты сделала стельки. У нее же вообще там нейрофюброзные мозоли, болючие, это невозможность. Ей не особо помогла ортопедия к стельке, ей надо именно эти места разгружать. Надо пробовать. Надо пробовать всегда. Смотрите, я сталкивался с такими весями в своей практике, именно когда был индивидуальный пошив. Вплоть до того, что стопа оторвана, а потом пришита. Нет, тут еще речь про девушку, которая такой нюанс, она работает... На ногах. Ну, то есть, человек постоянно в динамике. Лишний вес, и еще подлевость. И им покупают специализированную обувь. То есть, вот они должны ходить вот в этих определенных тапках. как бы вот всем закупать. Ну, которые не скользят, по всей вероятности, еще что-то. Которые там не скользят, которые толстые, которые вроде бы широкие, но ей в них вот жить как неудобно. Ну, значит, надо туда просто... и объем, и сам дизайн этих тапок. Они как обычные тапки. Не знаю. Тут таких не присутствуют. Типа они из резиновой, вверх искусственная кожа. Такие как... Ну, вот врачи иногда такие носят, но врачи поудачнее модель носят. А им, видимо, вот самое дешевое на производство. Закупают такие, как пантелеты. А как чешки такие, просто с перемычкой. Вот здесь вот так вот. Вот у нас закрытая конструкция вот здесь вот так, да? Да, да, да. Открытое. Да, да, да. Открытое или вот ремешок. Ну, опять-таки. Я понял. А не резиновые такие бывают? У них резиновые, у них как бы вот кожа. Ну, не кожа кожа. Ну, в ее случае-то мы как и поможем? В ее случае мы не поможем, потому что в ее тапке мы не сможем установить нашу стельку. А в случае, допустим, если клиент приходит от вас с такими какими-то нюансами, то вполне мы можем точечно, именно точечно, выделить это место и уже непосредственно вложив стельку, можно даже еще умнее пойти. Клиент обувь, находится он в ней полчаса готовая. Все этого достаточно. Разуваемся, стельку вынимаем и мы видим отпечаток стопы. На свежей коже его будет видно очень хорошо. И все. На основании этого мы просто делаем отметки мелом в нужных нам точках. Подкачиваем, устанавливаем, дефилеем. Человек походил часик, дал обратную связь. Ребята, все классно, я доволен. Или, а можно мне еще убрать? Пожалуйста, чуть пошире взяли, еще подточили. То есть никаких этих вопросов-то нет. Это такой элемент, который, его даже можно по почте отправлять. Ну, элементарно. Веса не имеет, но он легкий, он пух. Так здорово, что вы в нашем городе. И плюс, вы знаете, что удивительно, вот этот ПП, полипропилен, он не продавливается со временем. То есть он, он не сминается. Он немножко, может, потеряет какой-то вот процент от объема. Но я повторю, со своими 100 килограммами, вот у меня сейчас эти стельки, я в этих туфлях хожу, наверное, ну, год. Я не скажу, что я каждый день эксплуатирую, но достаточно активно. Они мне нравятся, люблю, замшу, может, красиво смотрится. И стельки ведут себя колоссально хорошо. У Романа этих пар тоже есть твои, какие-то, допустим, кроссовки, в которых ты постоянно ходишь. Вот эти крокодилы, мы уже даже перетягивали, тебе даже подошву уже меняли. Вот я о которых говорил. И стельки, они ведут себя очень хорошо. Ну, нам очень нравится. Просто мне постоянно, давай поменяем себе новые стельки, сделаем, я говорю, да нормально еще, походят. Носятся, да, носятся. Пробка, так же с ними. Тут, понимаешь, можно человеку отшить, например, там, лучшие ботинки или лучшие кеды, но потом он приходит на работу, где у него специализированная обувь, неправильная, и он на работе находится, если 10 часов, сейчас времени. то тут, ну, вот в ТикТоке получаем такие запросы, нам часто пишут люди, у кого специализированная обувь, они говорят, можете нам изготовить, но вот не все мы можем делать, вот, к сожалению. Я понимаю. для пожарных обувь, но это специальная обувь, это совсем другая технология, там, сборки ее. Там и степень ответственности другая. Конечно, да. Но по возможности, вот я своим пациентам говорю, ребята, там, где вы проводите большую часть времени, у вас должна быть максимально комфортная и лучшая обувь. Не важно, сколько она стоит. Причем, она не должна стоить супер дорого, она может стоить и 20 тысяч, вот, но она должна быть максимально комфортной. потому что многие врачи, вот сейчас смотрю, мои коллеги даже, стали покупать хорошую обувь. На работе ходят в хорошие обуви. Если раньше покупали какие-то шлепки, сланцы, какие-то вообще непонятные башмаки, то сейчас реально ходят в хороших кроссовках, хороших ботинках. Эва, Эва, вот она, она как амортизатор. Настолько упругий материал. Вот сейчас мы буквально до встречи с вами, у нас еще было совещание с технологиями, мы на производстве находились, я тут свежую информацию привез, слил. И мы будем прям вот запускать это дело, Эвопласты нашли турецких производителей, крутейших. Это очень хорошая подошва. И она износостойкая ведь? Нет. Эвопласты на него не устают. Он ведь прикрыт, видите? А, перекрытый он у вас уже. Он резиновым специальным профилактическим накатом накрывается. Но этот накат всего трехмиллиметровый. А под ним, вот эта белая часть, это уже идет сама рабочая поверхность. Вот то, что работает в основном. 99% нагрузки забирает на себя вот это. То есть, вот этот кинетический удар, в момент же мы тогда же идем, я продемонстрирую, на живот движение, пятка, пятка. Мы же стартуем с пятки. Вот же, вот же у перекок, правильно? Встречает поверхность пятка, потом уже пучок, потом идет носок, отрыв, движение. Но первое движение, это пятка. А когда у тебя вот так подошва отрабатывает, видно? Да. Вообще никаких вопросов. На них хоть вот на этих пятках, хоть вот, прыгай на них. То есть, ты удара не ощущаешь. У нас же скелеты, как работает? Но она не сминается, да? Она отработала и назад. Отработала и назад. Как амортизатор. Там сверху слой определенный. Как амортизатор. Я понимаю. И вот этот кинетический удар, который проходит по костям, по всему нашему каркасу. Каркасу. Она не сминается стойкая. А когда у тебя мягкий каблук, поэтому те, кто покупают на чепраке подошву, я всегда говорю, на ней надо уметь ходить, на кожаной подошве. Не каждый может на ней ходить. Поэтому у нас в каждой паре для компенсации установлена стелька. Стелька комфорт. Ну, то есть, вот эта подошва, за счет вот этой подложки, она становится износостойкой, да? То есть, ничего с этим материалом, не происходит, или он все-таки сминается через какой-то... Ну, вот смотрите, год, да? Есть легкий-легкий, небольшой промин. Ну, прям вот незаметно. Но это норма. Ну, при этом, при этом, цейнер веса, 100 килограмм я вешу. У меня вес плюс-минус рабочий 100 кило. Я всю жизнь такую, я никогда не был в таких субтитрах. Ну, так и не скажешь. Ну, кость тяжелая, кость тяжелая, 100 кило, плюс-минус варюсь, 98, 100, 102 авто. Но, при этом, вот как она себя ведет. И микропористые точно так же. Они же все прикрыты именно синтетическим материалом, который износостойкий. И получается так, что вот оно отрабатывает. Вот оно работает. То есть, как амортизатор, как пружина. И вся вот эта кинетика всего, всего, всего удара от поверхности. Особенно, если человек куда-то спешит, очень быстро идет, активно двигается. Вот сейчас очень популярны кроссовки изики вот эти. Они же, они же вообще же вспененные. Там же, вообще же подвижные. Вот это вот. Там вообще, представляете, насколько мягко. Я хотя в них ни разу и не ходил, но со стороны наблюдаю, вижу, как человек идет. Но меня немножко пугает, что они подвижные очень. Что нога не только отрабатывает вот так вперед, но и фронталь. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Понимаете, чтобы подвижные. Не очень, да. И на мой взгляд, должно быть все равно какая-то, да. А в данном случае плотность по шору 70 выдерживает отлично. И мы во все обуви используем и микропор, и эвопласт, и это, и это. Все зависит от модели, какую заказывать закачивать. А зимние вы с мехом отшиваете, да, тоже? Абсолютно. И овечка, и бобер. Очень много различных. То есть вот такой модель можно сделать? Можно, можно. Можно утипить байкой, мех овечки, мех бобра. Мех бобра. Да, да. Стрижный бобер. При минусовых цирк. Внутрь бобра. Да, да, да. Бедный бобер. Он настолько мягкий, приятный, теплый. Круче, чем норка, поверьте. Круто, чем бобка. То есть можно сделать ботинки, у которых внутри будет норковый мех. Да. Можно, вообрана. Это что-то на богатом. Но бобер, понимаете, он более бюджетный по сравнению с норкой. Но норка сотрется, да со старой шубой. Но бобер, он же ведь в воде живет. Шубы стирает. А, вот еще нюанс. Конечно. Он же постоянно вылизывается. У них особенно шкура. Боберто. Он быстро сотрется внутри. И он плотнее шкуру. У него на 1 квадратный сантиметр гораздо больше волосяной покрыв, чем норки. Он плотнее. Гораздо плотнее. В общем, Лена, ты поняла? Нам надо найти шубу из бобра, чтобы хватило на подклад. Я, значит, парю войлок себе на валенке. Если в валенке установить мех бобра, я думаю, минус 50 на босую ногу можно. Так это до пенсии мне их хватит. Надо на мне проэкспериментировать. У меня ноги абсолютно во всем мерзнут. Через 10 минут. Я не могу даже зимой пойти куда-то погулять. Ищу шубу из бобра, и баню, где будем парить войлок. Все. Все вопросы решили. Надо перейдеть в Сочи. Ну, не висок. На Бали. Или в Сувер-Ван. И что делать? И заняться почками. И тогда будет на бане. Холод — это почки. Одну на другую накладывая, мы с вами увидим, что следующую будет выпирать, следующую будет выпирать, выпирать, выпирать. Она же... Я же как эти колодки разрабатываю? Если мне что-то надо, я плешь на голове пройду. Я так устроен. Сколько у вас полнот получается? Мы работаем в основных 6 полнот. Мы закрываем все потребности. 99% рынка мы закрываем. Сейчас появились потребности на 294. Но это уже нюансы. Это на... Человек на 200, на 300, ну, может быть, 2-3 человека. Ну, то есть, 1%. И мы его за счет самой крайней полноты, которая у нас есть, дальше уже все сложнейшая ортопедия. Мы просто путем наращивания на колодках мы можем закрывать эти единичные случаи. И то есть, как это было? Я поехал в Питер, мы встретились с технологом, я ему задал миллион вопросов, он мне дал миллион ответов. Я ему поставил технические задания, он мне сказал, «Рустам, ты сумасшедший, так нельзя». Я говорю, «А мне как это объясни запястьщику? В смысле нельзя?» Я говорю, «Мы платим, значит, можно». Он говорит, «Окей, давай начнем, попробуем». Мы с ним попробовали. Сначала одно произвели, запустили, потом второе, третье, а потом, когда я ему уже стал задавать вопросы про 275, про 285, он мне уже не выдержал. Он говорит, «Ну, неужели есть люди с такими ногами?» И очень интересная работа вот с такими профессионалами. Ты сидишь перед компьютером, он тебе все показывает, и тут все модель крутят в 3D, и я понимаю, и вижу разницу, принимаю с ним участие. Я говорю, «Слушай, а давай вот так, а давай вот…» Он говорит, «О, давай». Он говорит, «Сейчас я вытащу из базы, он вытаскивает из базы, мы с ним сопоставляем, смотрим, крутим, вертим это. Это не один час, далеко не один час. Вот сидишь и прям целый труд». И уже после этого, на одном языке, когда разговариваешь, уже все понятно. Все, вот первая партия пришла уже. Ожидаем следующую, 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 следующую неделю. Ну вот вообще здорово, что у вас сейчас выходят летние босоножки, да, для девочек. Для меня это вообще как ни для кого актуально, потому что вот у меня очень узкая нога, и всю жизнь я не могу себе найти босоножки. Если я покупаю себе босоножки, мне должно обязательно вот здесь быть лямка, что-то должно фиксироваться, потому что здесь у меня все пролетает вперед. Но, естественно, если у меня вот здесь фиксируется, то нога вот тут мне болтается, и когда я хожу, я удерживаю эту обувь, и меня перенапрягаются вот эти все мышцы. У вас минусовая полнота. Это вот у господина Рустама, да, из Тюмени. У его супруги, у Ольги, а у нее такая же дилемма. Да. Я же многих клиентов же лично знаю. То есть мы ее отшивали, я вижу, у нее минус, и мы в первый раз мы ей даже не попали. Я вот без сельки, да, мы не попали, в минус ее отправили, а в итоге пришлось этот минус еще с минусовой. То есть у нее вообще минус-минус. У меня вот узенькая нога, мне вообще. Но у меня... Но я понимаю, о чем ты, Гриша. Я так же, я не могу носить босоножки, у меня нога, потому что везде пролетает. Ну у вас еще не узенькая. У вас нормальная нога. Ну да, но все равно проблемы найти. У вас пучка нет, у вас он худющий. У вас длина, наверное, по 36. 38-й у меня размер. я не обываю. Встал. Инструмент всегда с собой. Да, чуть вперед. Чуть вперед. Чуть на меня. Ага, все. Так, давайте мы сначала с длиной определимся. Нет-нет-нет. Стоим на месте. Пачки приподнимем. Еще-еще-еще. Ставим. Поднимем пальчики, поставим. Все, присаживайтесь. И что там получается? Вот ваша длина. Ровно 37, 37, 2, наверное. Ну, здесь у меня гульной ручка, да, 37,5 это максимум. Это первое. Второе при 37,5 и 22,3, да, у вас минус-минус. А посмотрите у меня, я же теперь тоже не уснула. Давайте. Идемте прямо сюда. У меня спасает всех физическая. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, стойте, здесь я подойду. Кроссовочку в сторону. Давайте ножку ставьте прям поверх. Вторая нога вот здесь. Центр тяжести держим посередине. Брючки приподнимем. Стоим ровненько. Нет, 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 не расслабляем ноги. Стоим в центре тяжести посередине. Там просто подошву выше неудобно стоять. Я вижу, я вижу. Ну, ничего, у нас же в виде такого мини-мастер-класса. Так, стоим. Стоим, стоим, стоим. Только по командам. Пальчики подняли, пальчики поставили. Вот здесь главное ощутить вот этот сустав. Угу. Все стоим. Обувь я покупала 38. На 25. А потому что у вас пучок при 37-м это первое, второе. Форма вот этих первых трех пальцев. Я беру 38. Вы просто не проскакиваете вот здесь. Он начинает зажимать вот здесь, правильно? Угу. Я насмотрелся на ноги. Ну вот я не могу в так обуви ходить вообще. А у меня здесь-то пальцев нету. У меня же вот все как тут. А у кроссовок нет фасонного припуска. У них форма самой колодки у кроссовок, она тупанусая. Она именно вот здесь, вот смотрите. Я тут купила кроссовки из рибок для спортзала себе. И я вообще не могу в них. Мне прям пальцы больно. Вот на эту точку, смотрите. Очень узкий нос. Этот более вытянутый, а этот более тупой. Поэтому здесь расположение пальцев на кроссовках, оно будет ближе к торцу, к основанию. В вашем случае то же самое. Это вообще 39 у меня размер. Поэтому вы берете его на размер длины. Но они маломерки, да. А еще могут маломерить. Как интересно. Вот мы все мастера на планете. Земля? Все. Во всех странах мира пользуемся вот этим мерительным инструментом, называется штихмасс. Италия, Франция, Япония, Россия, Китай, Америка, без разницы. Мне надо такое купить. У всех у меня. А где? Вот надо мне тоже такое купить. То есть это прямо вот, ну как сказать, вот как есть линейка ГОСТ, да? А есть все остальные линейки. Вот это так же, да? Вот это линейка ГОСТ для промера. Здесь идет наш мерительный инструмент в сантиметрах в миллиметр, если быть правильным. Это вот российская мерительная система. Вот переворачиваем. Видим европейский и американский. Дюймы там, да? Да, здесь все есть. Нет, футы это немножко другое. Здесь именно длина. То есть мы с вами можем здесь отработать. Ну скажем, если у нас длина стопы 28 сантиметров, какой это размер? Переворачиваем, 42 размер. Видите, вот она. Вот она, 42. А где так луков? Мы вам подаем. Спасибо. Вы проконтролируйте, чтобы у девочки они были, вот эти штифмассы. Это профессиональный инструмент. Видите, у него есть даже специальное такое отверстие с люверсом, чтобы на гвоздики это висело. Все сапожники, кто сейчас меня смотрит, скажут, Русь, привет, что мы знаем. Украсть. У меня в салоне, в туалете, не поверите, сперли два свежителя воздуха и зубную пасту. Это не обязательно у нас записывается. Поэтому это сопрут точно. А у него на гвозди, когда свете? Вот, Игорь, повешиваю, только отвернуйся. Мы с собой приходим. У нас на производстве у всех абсолютно есть такой инструмент. Даже те, как тот, даже те мастера, кто им вообще не пользуется. В цехе подошвы он нужен, а он есть. Потому что в любой момент, где бы я ни находился, мне надо, чтобы под рукой он был. Любой промер, любое движение, он мне нужен, он мне просто не обходил. Вот так вот, ногу в белой промерил, стильку. Я обычно, я по всему этому сейчас в Турции на Исафе был, я уже на автомате, раз, что-то, что-то, что-то мне надо промерить толщину и вопласт. У меня же все даже с собой меритель инструмент. Раз, он же соответствует же миллиметровке нашей российской. Раз, раз. Если я на автомате его, оп, и куда-нибудь иду, они сразу раз, ага, и улыбаются мне. Ну, сапожники свои уже сразу видят, почти их массу узнают. Это как этот опознавательный знак. Как у доктора под андоскоп. Да, да, да. Здорово. Очень удобный инструмент рабочий. Да, сегодня много нового мы для себя узнали. Надеюсь, эфир будет очень полезный для наших клиентов. Да. Да. И я тебе рекомендую все-таки всем надо отшивать обувь и не мучиться. Закроются все вопросы сразу, абсолютно. Кто приходит к вам, изначально человек приходит уже с возникшей проблемой. Конечно. Тот, кто к вам не приходит, а их миллиарды людей. Они просто даже не подозревают о такой проблеме. Человек пришел в магазин, у него штатная нога, у него никаких не возникает жизни инсинуаций. Он пришел, обул, некоторые даже через интернет покупают, и говорят, да все будет ровно. И у них попадает железобетон. Если 255 пучок на 42-м, он счастливчик. Если у него либо в плюс, либо в минус, все, это прямо дилемма. Вот в чем беда-то, да, основная, что люди еще не всегда понимают, что у них есть проблема. И понимают, что что-то не так, когда уже изменения какие-то происходят в организме, а зачастую даже необратимые. 100%. Поэтому, уважаемые родители, когда вы покупаете для детей обувь, обязательно прислушивайтесь. Буквально на днях в аэропорту слышу голос, идет мальчик и мама, мне вот, мне жмут. А мама идет и такая, да, наверное, не сильно жмут-то. Что это, прям-прямо жмут-жмут? Ну остановись, ну спроси, а где жмут? Снимите с него пару, прямо снимите носок, посмотрите, где покраснение. Убедитесь, что действительно не возникло. Я правильно говорю, Ксения? Конечно. Если покраснение, это явно в этом месте что-то... Покраснение – это уже избыточное давление в этом месте. Это говорит не сапожник, это говорит врач. Понимаете? А знаете, какие я вам одну главную историю расскажу? Самый шквал вросших ногтей среди детей – это конец учебного года. Апрель-май, знаете почему? Потому что жалко новые обувь покупать. Родители покупают в начале учебного года ребенку обувь, и он приходит и говорит, вот они приходят, мам, ну я же тебе говорил, что мне жмет, доносишь, осталось месяц. Ну вот, возьмете? Все, потом они приходят. Это серьезно, это не шутка, это... Помните о том, что вес тела давит в обувь. Обувь вас несет, одежду вы на себе носите. Это ничего страшного, если что-то там жмет в плечах или где-то еще. Но когда это обувь, это дилемма, и уже потом с этим бороться и как-то это исправлять, это уже прямо вот будет проблематично. Поэтому давайте мы с вами вместе не будем доводить до критических моментов, а будем разумными, будем слушать профессионалов, будем здоровыми и счастливыми. Я всегда говорю, ноги – это наш фундамент. Правильно. Да, на кривом фундаменте дом стоять не будет. Да, бесполезно фасады красить, да, если у вас фундамент кривой. Не было как-то в фразе «поздно пить боржом». По мне хорошо пообщались. Вообще, мне очень понравилось. Да, можно будет еще. Надо будет накидать нам каких-нибудь вопросов. Если еще встретимся, хотелось бы побольше модельный ряд. Это мы подготовим. Можно будет и другого встановка. Вопрос от аудитории, да. Ваши макосины, вот эти вот все показывают. Давайте, нам нужны вопросы, если вам понравился подобный формат. Нам нужны вопросы к следующему видео. То есть вопросы могут быть абсолютно любыми, как к Рустаму, так и к девочкам, вот поэтому накидайте, пожалуйста, что-нибудь. Еще увидимся не раз, с Божьей помощью. Надеюсь, мы были для вас полезны. Обращайтесь к профессионалам, всегда вам рады. Будьте здоровы, живите богато. Да, и ждем вопросы, если таковые появятся, прям очень интересно и с удовольствием на них ответим. Да. Да, до новых встреч, друзья. До новых встреч, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok